Что это было в смысле? Что такое, Лиль? Братья, это дядя Клёвый, который у меня на автохосте висит. Пурпур здоровый, Ген. Привет, Лёша. Да, это я. Сейчас я запущу игру, чекну, может придётся вебку уменьшить или передвинуть куда-нибудь. И заодно по звуку мне скажете, громко, не громко, тихо, не тихо. Я ещё хотела у тебя, кстати, спросить, ты же её тоже покупала. А ты в неё вообще не играла ещё? Фреддёрст, да, да, я. Да, да, я. Другое, я помню, как раз у тебя Мурдерд Сол Суспект была. Шерлока Холмса, блин, а эту нет. Странно. Привет, Душастрат. А, название снизу игры. Привет, Кирилл. В последнее время на месте совершённых преступлений всегда обнаруживается рисунок колокола. Поэтому полиция дала маньяку прозвище звонать. Из беседы с пресс-секретарём департамента полиции Салемом... ...что означает изображение колокола... ...рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не имеет. ...стал свой обратный диск в карточке маньяка. Очевидно, что между душе Тони нет ничего. У вас нет зацепок? Ни одной? Детективчик? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться. И нечего терять. Но идёшь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он смертный тяжелён! А что это, стал взрослым? Бабы, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! В портачке. Вон он угон, вы арестованы за нападение и изменение. Признан виновным под полутизотом угона. Виновен в ограблении, в крупном течении и во ужённом нападении. Привет, Мяфер. Самострельчик. Сейчас узнаем. Я первый раз её запустила. И я свою сестру чёрт из-за кого не отдам. Ясно? Согласна. Ещё как согласен. Нет. Нет, Джулиан. Не уходи. Слышишь меня? Джулиан. Нет. Не умирай. Не умирай. Вся семья плотная. Клеймо ставить некуда. Болучий жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно? Не дури. Не знал бы тебя. Подумал бы, ты смерти едешь. Повернулся. Ты арестован. Не знаю, посмотрим. Может, затянет. Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебе устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Уж если выкидываешь копы из окна, то будь готов в том, что он тебя отстреучит. Так, ППС отличный. Можно, наверное, даже графоний прибавить. У меня к вам вопрос по поводу вебки, по поводу звука. Чё мне менять, чё мне не менять? Так, мне туда нажало. Чё, если я всё на высокое выставлю? Иду за сишками в магаз. Привет, Демасик. Чёрт. Блин, с гемпадом, наверное, попроще было бы. Ручку заклинило. Привет, Юль. Эй, аккуратненько. Смышная шутка. Опять сига в руках. Нет. Нет, 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 нет. Ну, может, я за вас пройду. Это он же, да. Надо только вернуться в тело. Тогда, возможно, я очнусь. Это правая нога, или это левая нога? А-а-а. У-у, геймплей. Опа. Привет, Серёжа. Как мне выкрутить руку-то, лоу? Блин, как смешно. Не туда вошло. Одна нога, да. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же. Чёрт. А-а-а. 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 Брови, как у меня, у дяди. Привет, Саня. Асвишки. Не было дома пару дней. Пропустил весь мой геймплей вампиров. Да. Я обиделась, кстати, на тебя. Стой ты! Стой, сволочь! Обещал, что будешь смотреть, а сам не смотри. Точно вебка небольшая? Шо как, ну клёво. А-а-а. Ты бы видел, как я 45 минут вчера пыталась убить кальмарицу. Ну, китаянку. Иди на свет. О, когда заходишь к Саше в комнату. Не, я не пожалела. Да кто тут накурил так? Ну, записи посмотрел. Ронан. Не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой. Джулия. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы всё отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе. Но... Но что? Нет. О, нет, нет. Только не это. Да, шо б нет. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. У тебя шок нядя не проходил. Или на мосту. Называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Не, мы типа сейчас в чистилище, наверное, хозя. Я по чуть-чуть играла в первой. И чуть-чуть прям совсем в One Final Infinity. Инфийный. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить. Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия. Не уходи, Джулия. Черт. А, сейчас, как сцена закончится, я скажу. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Только начала, да. Там, там, повсюду битое стекло. Никто. Дело, дрянь. Да, я не буду отключаться. Так, пока есть возможность поговорить. По поводу доты, Андрей, не знаю. Меня от него тошнит. И вообще, блин, я когда туда захожу, мне хочется плакать. Почему не Морру запустила сегодня? Я долго думала, что подрубить. И вспомнила про то, что, типа, рофлили ребята по поводу того, что я купила 60-ю видеокарту, чтобы играть в игры 2005-го года. Вот, поэтому решила что-нибудь с графикой запустить. Ну и плюс, я когда-то на одной из распродаж купила Murdered Soul Suspect и решила немножко в детектива поиграть. Раз уж лежит. Ну и плюс Морровинд, он надолго. Вот. Почему плакать? Потому что, блин, там люди злые. У меня в последнее время просто все нервы из-за этой доты, ну, в жопу. Типа, переживать из-за этих рангов, ждать, пока там все откалибруются. Терять ПТС, которых вроде как не должно быть, но они есть. Вот. Привет, мурфорфорфорфорфор. Эй, парень, ты меня слышишь? Дамочка, пожалуйста. Чёрт. Ну типа, к сожалению, не все разделяют радость по поводу того, что я играю не в доту. На свет? Блин, какая чувствительность жёсткая. Не, в другой моба не пойду. Сейчас, мне нужно настроить чувствительность мыши. Привет, Костя. Да блин, я просто ещё дезморалюсь из-за того, что когда стримишь сингл, аудитория меньше увеличивается. И плюс, когда я перестала стримить доту, ну, типа, у меня было 4 дня стриминга вампиров, от меня челы по КД отписывались, и меня это немножко по морали било. Так, настройки управления. Чувствительность мыши. Сейчас посмотрю. Блин, всё равно она какая-то слишком сложная. Блин, типа, очень жесть, как крутится. Metal Gear Solid? У меня, кстати, один из МГСов куплен. Я не помню, какой точно. Надо глянуть. Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берёшь? Ты, ты здесь не первый день, и знаешь, как тут всё устроено. Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами, повезёт, спасёшься. Что ещё за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. Блин, как призраки курят. Привет, Шансонг. А дверь ударился, а через всё другое прохожу. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Что значит 225? Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, и в округу. Бесконечно, я хочу быть призраком. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В своё время ты сам всё поймёшь. Да, да, да. Так. Привет, Лемур. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Она по акции была. 32 дня до Нового года? Ты их читаешь? Спрашивай, о чём хочешь. Спасибо за совет. Пропал он с вакула. Я обязательно им воспользуюсь, но чуть-чуть попозже. Когда моя жизнь окончательно превратится в дерьмо. Язык прикусил. Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Чё такое, Лемур? Ты мурс. Таких тут много. Привет, Максим. Много? Рехнуться можно. Нет, чтобы я могла окончательно, блин, окончательно покосплеить главного героя. Сорри за грязные волосы. Я хотела помыть, но у меня отключили холодную воду. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличие. Смысл их существования? Поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Так, у меня есть улики. Ниже, прям над бровями. Блин, он слишком... Нет, это максимум. Я не могу, она не налезает на наушники. Она, типа, по размеру маленькая. Вот. Типа, не сильно шпалено, что у меня волосы настолько грязные, что из них можно майонез сделать. Ладно, пойдёт. Где монокль? Привет, вдоводел. Игрули стоила, я ей рублей за 80 купила. Насчёт игрули не знаю. Могу, типа, в очёчках сидеть. Правда, я в линзах. Вот такое. Так я же сказала, что это как вон. У меня воду холодно отключили. Я хотела вчера её помыть, а потом я сегодня проснулась, заигралась в ПБГ, и надо было уже подрубать стрим. Не 800, рублей 80 стоило. Вот. Очки вязать вместо линз. Они слишком сильно отсвечивают, типа... Привет, Атари. Я сейчас не буду смотреть, потому что у меня двойные диоптрии получаются. Вот, они слишком сильно отсвечивают от цвета веб-камеры и монитора. Про что игра? Ну, смотри. Это детектив. Я, типа, полицейский. И я сейчас умерла и являюсь призраком. Я не могу сейчас сидеть в очках. Мне придётся линза снимать. Так, если я не буду осторожен, демоны меня уничтожат. Насчёт изнасилования нет. На старте игры, а это буквально самый старт игры, в катсцене говорилось про то, что появился какой-то серийный убийца, который оставляет на месте преступления всегда символ колокола, что ли, он там как-то схематически нарисован. Вот, это пока всё, что я знаю. Если я не закончу дела, то могу застрять здесь навсегда. Это я тоже поняла уже. Почему я не могу чекнуть? А, кажется, я что-то сломала. У меня игра ни на что не реагирует. Ни на эскейп, ни на чё вообще. Так клавиатура работает. Чё, мне типа ребутать? Сейчас заново запущу. Блин, сейчас опять придётся катсцену смотреть. Там же стопудово ничего не сохранилось, да? Так я раскладку не меняла в том-то и ссорь, что... Сейчас я, короче, подвину, игру не вижу чё-то. Катана, здорова. Возможно, криминал по коням, да. А нет, продолжить кнопкой есть. Отлично. Интересно, откуда я продолжу? А, ну вот. Ну сейчас немножечко поболтаю с ней. А что, если я её обгоню? Блин, я не могу её догнать на шифте. Откуда ты берёшь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут всё устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезёт, спасёшься. Сейчас я опять всё проговорю с ней. То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твои силы. Где коллизи, что за ID-клип? Что это значит? Есть обычные. Вселение. Влияние на людей. Умение воссоздавать любые призрачные объекты. И заставлять их... Исчезать. Способность становится даром. У меня всегда такие проблемы. Когда я остаюсь... С малым количеством сигарет. Начинаю смотреть кино или играть в игру. То в этом фильме или в игре персонажи обязательно курят. И когда ты видишь... Дурной пример заразительный, как говорят. Когда ты видишь Сишку в кадре, сразу хочется курить. А у меня обычно в это время нет свежек. И ты сидишь такой на измене. Ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. Она типа сказала, что... Так. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Смотри, только что же про это говорили. Есть подсвеченные предметы. Сквозь них мы проходить не можем. Она сказала, что, типа, некоторые предметы освещены или что-то вроде того. Хотя мне интересно, кто осветил балки и кто осветил детскую... Хотя ладно, в принципе, карусельку и горки можно осветить, чтобы, типа, призраки детей не трогали. Ладно, логично. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличие. Смысл их существования поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Площадка освещает. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой. Я еще хочу кое-что узнать. Твою мать! О, джемоны. Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно. Увидимся. Типа я здесь не могу пройти теперь, да? О, страшно. Так. Ну, это все, в принципе, она сказала. Один, три. Все собранные экспонаты, изучение коллекции сможет достичь, поможет постичь тайна Салема. Новый кисыщик зависит от жетонов. Блин, клево. Сейчас буду мучиться с механикой. Шестое чувство только с конца смешное. Обнаруживать ментальные следы. Чего такое пурпур? Убирать некоторые объекты. Это позволяет добираться в труднодоступные места. Прямо как реклама чистки зубов. Текущая задача вернуться на место, где меня убили. Так, а откуда я пришла? Я могу сквозь дома прям ходить? Половеры исследуют? Он же не подсвечен. Почему я не могу пройти сквозь домики? Хотя она что-то говорила про дома вроде бы. Главное сейчас в текстурах здесь не застрять. Не знаю, насчет обновления отвечаем. Может быть перевели. Пойду. Ладно, обратно откуда я пришла, судя по всему. Блин, камера слишком чувствительная даже на низких. Хотя DPI вроде обычный стоит. Посещение бара? Нет, сначала нужно вернуться на место. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Расследовать собственное убийство, а? Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ха. Заряды прикидывался одним из нас. Хе-хе. Да. Какой же ты был тупорылый. Сэр? Хе-хе-хе, Бакстер! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе, Бакстер! Хе-хе! 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 Хе-хе-хе! Хе-хе! Хе-хе-хе! Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да. Это я поняла, Кашу. А дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Не знаю, Максим. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно. Ладно. Можете не торопиться. Интерактивное кино, грубо говоря. Но порточки у него клёвные. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач? Сомневаюсь, что воскреснет. У меня есть одна просьба. Скажи, Джулия, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Исследовать все, что только можно и постараться узнать что-то новое. Попробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Он взвал от СМС. Вот бы узнать, о чём они говорят. Надо выяснить. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. При проведении расследования вы должны искать улики, осматривать подозрительные предметы и взаимодействовать с людьми при помощи вселения. А можно от первого лица, да? Ну и ночко, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан. Не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок. Кто-то видел, как в этот дом вошёл звонок. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Семь пуль, прямо в грудь. Пробу пор. Ты всё никак не уймёшься, Бакстер? Ты его татухи видал? Всё это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живёшь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. Я прибыл сюда, так как свидетель сообщил, что видел здесь звонаря. А я могу в обоих вселяться, типа? Ваша способность влиять на человека зависит от количества лик, которыми вы располагаете. Есть смысл вообще вселяться в другого чела, типа? Судя по всему, нет. Мне сказали чекнуть в блокноте у него, что написано. А смена, типа, с третьего лица на первое не работает сейчас. Какая улика наиболее важна? Так, я прибыл сюда, так как свидетель сообщил, что видела здесь звонаря. Лис ещё нет. Я сегодня колебалась по поводу того, типа, подрубать лис или подрубать что-нибудь другое. Решила, что лис уже все видели, я на потом её оставлю когда-нибудь. Так, свидетель считает, что убийца поднялся на последний этаж не случайно, а намеренно. А я смогу ещё раз в него вселиться, и, типа, судя по всему, нет. А, я просто не могу изучать, да? Пул игрулик? Пул игрулик вся моя библиотека в стиме. Я, типа, сегодня на... Сегодня под постом в ВК в группе написала, что я не знаю, что стримить. Думала, может, кто заметит, ответит мне. Но в итоге потом сама решила взять выбор в свои руки, и вот выбрала детективчик. Убийца выстрела в меня несколько раз нагло, у всех на глазах. Привет, думаю. Нет, просто смотри, я... Короче, рассказываю историю, раз ты новенький. Когда-то давно я нашла у себя в шкафу шляпу и решила, что это будет моей фишкой. Вот. Стримила в шляпе. А потом мне подарили моднявую кепочку. И я стримила в кепочке. И сегодня я подрубила стрим в кепочке, а потом мне сказали, Саня, косплей главного персонажа. Ну, типа, смотри, он с фигой, как и я, и в шляпе. Я такая, ну, окей, сняла кепку и надела шляпу. Вот, такие дела. Тупо ищем улики. Новая история, да. Это слишком. Меня избили, выбросили из окна и застрелили. Кем бы ни был убийцей, он точно желал моей смерти. Запасной ствол... Запасной ствол не помог он мне, как говорится. Не из Англии? Ну, нет. На самом деле, у меня есть диплом из Кембриджа. И когда ко мне заходят англоязычные ребята на стрим, я доказываю свое, так сказать, владение кембриджским английским. Ну, это шутка, естественно. У меня плохое произношение. Привет, Лоли. Давно не виделись. И Крисон, здорово. Это самое начало, так что ты ничего не пропустила. Последняя сигарета. Последняя сигарета. Отлично, наконец-то я бросил. Типа того. Это, кстати, смешно сейчас было. Так. При вселении в людей вы смотрите на мир их глазами и получаете дополнительную информацию, позволяющую продвинуться в расследование. Ни на что не намекаешь, но что? А, лейтенанта следует извещать о предварительном заключении судмедэкспертов, даже когда он не принимает участие в расследовании. Пропавшие жильцы, наверное, они жили в квартире, из которой меня выбросил убийца. Я типа сейчас ошибаюсь, нажимая на эти кнопочки или нет? А, да, у меня есть здесь три попытки. Вон оно что. Кажется, я уже немножечко облапошилась. Я просто думала, что можно все чекать. Значит, другого оружия на месте преступления не нашли. Он застрелил меня из моего же пистолета, потому что сам оружия не носил. Все, next time буду знать, что нужно будет аккуратненько выбирать вариант ответов, чтобы не проебаться, как говорится. Так, у меня есть все улики. Игра под стримом написана, детективчик. Симулятор мертвого копа, да, так будет точнее. Не, я просто не сразу поняла, что... Ну, это же это. Обучение пока только. Поэтому и три варианта было, чтобы вот такие дурачки, типа меня, сразу не заруинили себе игру. Так. Самочку, да, надо будет с ней поговорить. Только меня смущает один... один момент, что у меня опять не кликабельная... О, кликабельная. Так, убийца застрелил меня из моего пистолета. Ага. Нет новых улик, типа, окей. Минутку, мне... других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ага. Там был еще какой-то паренек, которого можно, по-моему, чекнуть, да? Какое странное дело. Столько полиции, а результатов ноль. Полезные мысли. А что, они, типа, призраки? Ну, типа, главный герой? Да, вот, смотри. Вот, это я, когда была живой. Тут, типа, в самом старте игры меня убийца вон из того окошечка выбросил. Куда пропал батя? Очевидно, он уехал на какие-нибудь Мальдивы. Холодно? Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Крипи. Там была ебака. Реально на Бэйна был похож. Эй, дядя, поговори со мной. Ну, ладно, раз уж меня туда тянут, значит, мне туда и надо. Тупая игра, в которой можно законно проходить сквозь текстуры. Почему здесь... А, это специально, типа, нарисовано, что я могу сквозь эту стену проходить? Окей. А тут рыбки есть? Аквариум без рыбок. Ничего интересного. Эй, чёрт. Ты до инфаркта довести меня хочешь? Нет, конечно. Просто... Боже, это эгоистический вопрос. Здорово. Много кто её давно не видел. Я типа не могу проходить сквозь... Я уверен, что ты всё видела. Это твоя особенность. Ты всегда подглядываешь. Всегда суёшь нос не в своё дело. Да, видела. Теперь ночью жди кошмаров. У нас и без того кошмаров хватает. Не говори об этом. Даже не смей заикаться. Да с превеликим удовольствием. Я вообще телевизор смотрю. Индиана Джонс, привет, Комрад. Нет. Полицейский. Великие мысли великих женщин. Привет, Серёж. Да. Чипсики. Я хотела сегодня купить чипсики с донатов на оперативу. Подумала, блин, чипсы слишком дорого. В итоге купила себе просто скромненько две пачки сижек, колу и нахрен никому не нужную мягкую игрушку за 250 рублей. Это коротко о моём отношении к деньгам и к экономии. Вот, держу в курсе. Что, у вас тут есть что-нибудь интересное? Мягкую игрушку я скидывала в дискорд. Сейчас я её маме отдала. Поэтому, типа... Короче, ладно, сейчас альтабнусь. Запущу дискорд и скину вам в чатик. У нас там в пятёрочку игрушечки завезли. Вот. Экономия, да. Сейчас буквально парочка минут я её найду в дискорде. И скину вам. Рита вообще в своём дискорде как будто не чекает инфу. Было бы кому... Было бы кому... Ой, было бы кому продать эту игрушку. Так, а где я её сфоткала? Я не могу её найти, Лол. А, вот, нашла. А, спасибо за меня скинула. Окей. Надо было сразу так и попросить. У меня вылезла панель управления, всё. Так, мне нужно на квартиру на четвёртом этаже. О, какие-то ништячки лежат. Почему крепота? Вам не нравится игрушка? Почему здесь подсвечены предметы? Которые я не могу подобрать. Свинопони, да. Свинопони-единорог. Криповые глаза. Они, кстати, были залеплены полиэтиленовой плёночкой. Лондрия. Как много призраков здесь. Я собрала здоровенную штуковину. Так. В Салеме множество разнообразных объектов, достойных тщательного изучения. Даже простой обрывок бумаги может многое поведать о городе и его жителях. Ещё шесть дополненной картины событий. Привет, Дартван. Боязнь телепузиков. Не слышала про это. И покупали котеек? Так слушай, это можно сказать, что доброе дело, если ты уличных котиков пристраивал. Так. Я куда-то нажала, и всё зависло. Мне это не по нраву. А, вроде всё нормально. Не могу понять управление, почему у меня... А, полная картина событий. Всё, поняла. Так, где был призрак? Вот он. Ничего не понимаю. Только бы найти его, тогда хоть пойму, что произошло. Я уже верю. Похоже, ты потерялась. Нет, потерялось моё тело. Я знаю, что меня убили здесь, но как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь? Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Остальное... Остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Так. Загадочное убийство. Ей кажется, что её убили соседи, пожилая пара. Мне нужно добыть какую-нибудь информацию о пожилых жильцах. У меня уже есть два дела. Саня, детектив. Дорогой, они могут услышать тебя и через потолок. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещаем Дженнифер, видим этих обормотов. Та женщина на втором этаже. Да она меняет парней ещё чаще, чем кофточки. А шум какой постоянно стоит. Я прекрасно знаю, ты этого не любишь. Эншент первый. А знаешь, что ещё? Где ребята на третьей? Пур-пур. Они там как будто мёртвых воскрешали. Кстати, о мёртвых. Я слышал на улице стрельбу. Боже, когда она уже отсюда... Да, я чекну, сейчас дослушаю. Ты должна меня слушать. Да, прости, милый. Воскрешаю, стреляю. Да. Скорее бы Дженнифер съехала из этой помойки. Надеюсь, он не станет задавать вопросы, иначе поймёт, что я его не слушаю. Ух, что это женщина? Шаня, да-да-я, Рита. Кто? Что за игра? Под стримом название написано. Газетная статья 1. За последние месяцы в Салеме возросло число убийств, однако городской департамент полиции отказывается признавать эти убийства серийными. Последние несколько месяцев выдались тяжёлыми, прокомментировала ситуацию представитель департамента полиции Салема Ингрид Ларсон. Поделать... Так. Это П или Эн? А, это Эн. Будь здорова! А, но делать какие-либо умозаключения по поводу этих убийств, и тем более связывать их друг с другом, безответственно. Мы тщательно расследуем каждое дело и делаем выводы только на основе улик. Люблю игры, в которых можно искать всякие ништяки. Полиция не подтверждает, что недавнее убийство делала рук маньяка, однако советует жителям не выходить из домов по ночам и запирать двери. Привет, Мак. Да, мама. Джа вернулась. Шкучал по шляпке? Ну чё-чё. Так, мне сказали вернуться к шкафу у стариков, да? Пожалуй, так и сделала, потому что подсвеченные штуки на полу были. Чё-то в голос. Так, стоп, а откуда я пришла? Оттуда вроде бы, да? Через эту дверь? Или через стену? Так. Зачастую необходимо тщательно следовать место преступления. Пока ничего не ежевешено. Я хочу вселиться в телевизор. А, вот. Их нельзя было обнаружить до этого, потому что у меня не было, по сути, квеста на убийство той женщины. Садовый инструмент. Интересно. Лопаты, перчатки, удобрения. Хобби или убийство? Так, чё у них тут ещё интересного есть? Записка. Их сосед спешно покинул город. Может, они сыграли в этом какую-то роль? Это уже не маскарада, прошла. Газета. Подростки всегда залезают в каменоломния. Но почему такое интересное именно к этой? Шумочка. Тут что-то в шумочке, да? Нет? Я хочу кушать. Так, надо их, наверное, ещё раз поподслушивать, да? Так, записка от соседа. Садовый инструмент. Ей кажется, что её убили соседи, пожилая пара. Мне нужно добыть... Так. Привет, Рита. Спасибо. Похоже, старик имеет какое-то отношение к убийству девушки. Но зачем ехать до самой каменоломния Смитвика? Чё-то я так смеюсь с этой семейной парочкой. Побег из тюрячки. Почему такая драматичная музыка? Так. Тайна старухи. Опять ДР? Нет, я не знаю, почему меня поздравили с днём рождения. Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. Её реально бабушка жахнула. Грейс ударила, и девочка номер два. Всё случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Слава богу, всё кончилось. Наконец-то я спокойно посмотрю телевизор. Очевидно, у его жены вспыльчивый характер. Если девушку убила она, то где труп? Что им известно об убийстве девушки в прачечной? Тайна старика, садовый инструмент. Нужно объединить, наверное, просто тайну старухи, тайну старика и девушку, да? Видать, Грейс достали девчонки на вечеринке. Она её убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломне Смитвика. Надо вернуться и всё рассказать. Саня детектив. Я точно не упускаю здесь никаких дополнительных ништячков. Чувствительность камеры меня, конечно, напрягает, прям жесть. Так, Дивуля, я, кажется, всё выяснила. Миноломне Смитвика, в пяти милях от города. О, а за что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости. Мне, мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Она смеётся. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если бы я тогда их послушала, всё сложилось бы по-другому. Но вам спасибо. Красиво. Саня помощница. Так, а теперь один момент, который мне интересно чёкнуть. Сейчас прям пару минуток. Быстрее, конечно. Ага. Ага, интересно. Кажется, я нашла хитрого шанцунга, который от меня отписался и подписался вновь. Ты же шранец. Будьте поласковее. Ух. Давай, Ритка, удача. Если игра про призраков, почему их так мало? Смотри, тут же изначально говорили про то, что вот, ну, призраками в мире, где люди живут, остаются только те тела, у которых осталось какое-то незаконченное дело. Типа, вот та тёлка не нашла своё тело. Вот. В итоге я разгадала загадку и сказала, где оно. И она, типа, отправилась там в рай, в ад или, ну, неважно куда. Я не могу вернуться к своей мёртвой жене, потому что меня держит здесь на земле вопрос нераскрытого убийства. Вот. Турбо-шанцунг, да. Так. Туалет, куча мыла. Тут бабушки. Ага, всё, поняла, как это работает. Могилу утопленника. Блин, никак не привыкну к этому перемещению. С геймпада было бы попроще, наверное. Блин, я застряла в стене. Зачем мне интересно, что это за штуки, а? Эй, эй. Как это получилось? это я сам эти записи не для тебя супер похоже на какую-то головоломку так надо подняться на 4 пока полиция улики не выгребла все засрали опять я посмотрите на это не потому что голодная она смотрите диножаврик нажавык делает ну на самом деле я вычислила двоих просто смотри для меня это очень важно не знаю почему мне просто обидно когда меня удаляют из друзей вконтакте например или отписываются на твиче для меня это примерно равноценно вот и типа шансунг на вчерашнем стриме появлялся и на сегодняшнем я такая смотрю у меня счетчик есть подписчиков сверху там было написано 1851 а теперь написано 1852 а алерта подписки не было значит это кто-то из недавно отписавшихся соответственно я это обнулась открыла твич и увидела в недавних подписках турбо шансунга и предположила что это он и один раз так а второй раз был точнее 1 это сейчас второй когда у меня прям самого старта стримов на меня был подписан deep dark cup а вот и он меня добавлял в стиме в друзья потом смотрю он меня в стиме из друзей удалила я такая типа ага непорядок думаю это в жух неспроста в билла в адрес твича deep dark cup а посмотрела его подписки и увидела что он от меня подписался панела об этом на стриме на одном из на одном из них и потом через некоторое время он ко мне вернулся вот такие дела им больше нудишь тем дальше я буду тормозить непонятно я и нравлюсь или она просто вежливо действительно бедняги а ведь раньше я думала что в покере все зависит от случая умно не маг смотри если ты подписываешься и подписываешься обратно то счетчик фолловеров не уменьшается он типа как был 52 плюс на минус но типа минус плюс это в итоге в ноль выходит привет джинс просто обидно на самом деле когда я уже типа привыкла к челу в чате мы с ним уже разговаривали много там шутили рофлили тыра-пыра надо мной рофлили неважно спасибо юнифи за фоллоу стоп я ж тебя видела в чате недавно почему так вышло с алертом ладно сутки был без подписки а не знаю тогда может это был ты а не а не не шансунг не знаю вот так вот типа разговариваешь с челом в чате все хорошо потом он куда-то пропадает и оказалось что он молча от себя отписался то есть я не вижу ничего плохого в том если от меня отпишется чел который смотрел молча доту и больше не парился вот короче ссори это мои загоны забейте что-то такие какие-то странные туманные штуковины я телевизор в смысле телевизор там у меня блин меня в детстве не долюбили поэтому я и паранойю как я могу обижаться так я не на вас я на других эй нравится детей пугать эта девочка меня разорила я-то думал работа несложная халява ты о чем она просто ребенок это абсолютно неважно ее папочка слишком многим задолжал она была обеспечением долго и тут на сцену вышел ты обыкновенное похищение когда бы все утряслось я бы ее отпустил а все оказалось не так просто да возможно но теперь она мне должна и я не уйду пока не получу свое забудь об этом ждать слишком долго не волнуйся я подожду рук мой кроме времени у меня ничего нет а про какую девочку он говорил девочка что ли под кроватью вроде нет или да что я упустила этот момент непонятно чуша не все подглядывают в окна то ну убили меня ну чё теперь делать то хоть бы раз поговорить со взрослым человеком который не станет тебя перебивать не я верю в то что турбо шансунг настоящий блин я думала это подсветка это просто газ лох предупреждать и это мне вопрос или так здесь покерные ребятки чё здесь упускаю где еще комнаты ой о страшно 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 это шинигма а нет это бэйм если вы себя обнаружите демоны начнут на вас охоты и уничтожат если вы скроетесь среди призрачных следов демона потеряет вас из виду вы можете менять укрытие чтобы спастись от демонов если демоны на некоторое время потеряют вас из виду они прекратят поиски блин страшно удерживайте чтобы видеть демонов сквозь стены приближайтесь к ним осторожно а вон он оранжевый что можно вылезать ух страшно а музыка все еще напряженная значит ли это что мне нужно он тут рядом а если я здесь выйду он типа на меня сагрится а я здесь вообще не могу пройти там судя по всему стена окей он прямо вон там да да значит надо его как-то аккуратненько обойти да блять это тупо наёбка на доллары сквит 1 сквит 2 сквит 3 сквит 4 thank you lot сквит сквит у меня было хорошо но я чувствую что ну блин не надо так делать а сквит один сквит один я сейчас не понимаю как мне задоджить того парнишу я ж не могу сквозь него пройти я типа он же меня сейчас съест казнь демона ну это они что-то переборщили хатта хадукин а а а спасибо было клёво надо со спины именно подходить да ну как сложно я думаю можно просто расследовать без всякого такого гемора лавовая лампа мне всегда нравились лавовые лампы ну ххм чё мне там писали про казнь так ладно а а когда ронан говорит лилиан я не могу понять кого он имеет ввиду свою мать или пушку. Положение осложняется тем, что пушку ему подарила мать, а он назвал оружие в ее честь. В нормальных семьях так не бывает. Мне через... Ай-яй-яй, страшно, страшно, вырубай. А он может так делать? Ничего себе. Вонючие дементоры. Их двое здесь теперь. Я телевизор включила. Я включила телевизор. Я забыла, как их душить. Надо управление глянуть. Типа через шифт или... Удаление, втеление, удерживание, бег. Нет, не шифт. Что-то R, что-то сзади на R, что ли, нажимать надо было. Обнаружение. Надо со спины именно подходить. Меня по телевизору показывает. Я не понимаю, почему здесь типа вот эти вот... Я даже не знаю, как их назвать. В виде... Улики, короче... Отображаются в качестве каких-то водонагревателей. Отличная вечеринка из двух малолеток и призрака. Пратутся, спрятутся, спрятутся. Дистиллятор. Не знаю, но все равно непонятно. Так, как мне ему в шпину войти? Опа. У нас проблема. Я не на ту кнопку нажала. Я не смогла его прикончить. Отпусти тебя. Так, он вернулся на место, да? Все. Самогонная пара. Шмешно. Шмешно. У него даже мысли нет, когда он читает. У спящих женщин тоже нет мыслей. Ну ладно. В принципе, ничего удивительного. Даже если бы она не спала, я не думаю, что у нее в голове была бы какая-нибудь полезная... Опа! Это суицинник? Блин, а реально непонятно, удар током или вскрытые вены? Привет, он Монконг. Они так кричали. У меня сегодня косплей вечеринка. Все тихо. Парень подстраховался, да? Я знаю, что так вышло. А что, я не могу активно использовать... А... Шшш... Слышишь? Да, это тишина. Так, что больше этих мразишей нету? Оранжевых. Вроде нету. Так, я-то опять... Ой, куда это я вылезла? Так. Здесь стеночка. Я, по-моему, не весь этаж прочекала. Надо прям... пройти по всем комнаткам. Слишком мало улик тут было, да? Пока я бегала от этих ребяток. О, страшно. Я, наверное, так людей смогу пугать. Телевизор включать, да? Вампиров закончили, да? Так, стырс. Это отсюда я пришла. Тарелками кидаться. Нет, это скорее женская движуха. Тарелками кидаться. Нож? Нет, это плохо. Че, их не беспокоит, что у них телевизор выключился? Ну, я бы с удовольствием просто кино посмотрел. Блин, типичная вечеринка у Саня. Макаронки там вроде варят. Не знаю, наверное, это макароны. Че, реально, что ли, больше никого нету? Опа, ебать. Саня параноик? Почему? Так, тут мы гробы нашли. Ага. А как заметить эти надписи на стенах? Я что-то просто мимо прошла, нажала кнопку R. Суп из семи залуп. А может я... Блин, там вроде на втором этаже были такие записи, да? Я хочу вниз еще сгонять. Там тоже же были записи, их, по-моему, можно было чекнуть, собрать. Или нельзя? Нет, нельзя? Ну, ладно. А то я боялась, что упущу. Хотя я и так наверняка кучу коллекционок буду пропускать. Но, тем не менее. Попытка не пытка. Че, все комнаты я прочекала? Да, кстати, у меня есть такая проблема, что я, как женщина, отвечаю только на последнее сообщение, а не на оба. Так что, сори. Я уже забыла, про что мы говорили, поэтому не ответила на то, что было выше. Нормально ли у них тут консилиум? А кто? Да, кто? Так, сказано же, идет следствие. А в доме не опасно? Да, а не опасно? Преступника там точно нет. Нет. Преступника пока не поймали. Но они абсолютно уверены, что здесь его нет. Так, Морган. Люди волнуются, нет ли тут убийц. Но почему я не могу придумать интересный вопрос? Ох, что ты, зеваки? Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Ой, какая крэйзи. Я не знаю, это азиатка или нет. Но в самом деле, они ни в чем не уверены. Чего не боятся? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Чего, Пур-Пур? Ничего, всех интересуют жуткие подробности. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Эй, Бройлс. Видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? Пропавшая девочка. А это нормально, что я говорю что-то и потом не помню, что я сказала. Что я сказала? Черт. Это пушка мамин подарок. Зачем убийца вообще сюда явился? Что я упустил? Так. 14 улик. Ой, это много. Круто. Сколько игра стоит? Привет, Дима. Я покупала давненько. По скидкам не больше 150. То ли за 80 брала, то ли за 60. Сейчас идет... Нет, осенняя распродажа в стиме уже закончилась. Так что сейчас ты ее не купишь. Но скоро будет зимняя. Как раз новогодние каникулы когда будут. Так что на крайний случай можешь на Новый год ее приобрести. Сейчас не знаю, сколько она стоит. Ментальные следы. Это детектив, да. Что делает убийца? Что делает убийца? Что значит случайный? Целеустремленный. Ищет, уходит. Ищет, наверное. Ищет и... Я немножко не понимаю. Почему уходит красным? Я же ищет выбрала. А, потому что уходит эта противоположность от... Все, поняла. Звонарь что-то искал или кого-то. Что же он хотел найти? Вот он типа идет такой и такой... Ага. Ага. Все, поняла. Флэшбеки. Подморазишь и нету? Вот мразишей нету. Нету. Папаня на ВК ездит, Саня не достанет себя. В смысле? Он там ВК пикнул, что ли? Про пропавшую девочку надо бы почитать, наверное. Ага, не кликабельное дерьмо. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Запрос данных на пропавшего. Та самая Кассандра Фостер, которая иногда составляла психологические портреты преступников. Одна из пропавших, Кассандра Фостер, медиум, консультировала сотрудников полиции. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джо, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Спасибо. До свидания. Что делает девушка? Прячется. И наблюдает. И... Вроде не напугана. На то, как она стоит. Ну ладно, окей. Просто лицо у нее не особо напуганное. Но это было очевидно. Ладно. Свидетельница видела, как я дралась с убийцей. Что она заметила? Эй, Джуд. Опять в текстурах заблудилась. Саб был на меня не зафоловлен? Я вспомнила его никнейм со вчерашнего стрима, но не сразу поняла, что он не русский. Типа, мне очень тяжело и даже стремно, ввиду того, что... Англоязычный чел, ну, возможно, он из другой страны, не знаю. Но он со мной по-английски разговаривал. Он, типа, сабнулся на меня, задонил мне 700 рублей сейчас. И, типа, я не могу ему ничего сказать толком даже. Вот. Такое. Разбита, действительно. Среды борьбы. Моя встреча с убийцей обернулась фатальной схваткой. Ну, это да. Та девочка пропала, говорите, да? Что тут еще можно осмотреть-то? Ага. I'm really appreciated. Мое почтение? А-а-а! Можно попробовать. Книга о призраках. Так, что еще здесь упускаю? Улики, улики, улики. Опа, сумочка. Упакована или не распаковано? Собирались уехать, но все это бросили. 8 из 14. Еще 6 улик нужно найти. Жилец работает с детьми. Это, похоже, на психологические портреты. Русский выучить? Ну, блин. Главное, чтобы не было такой ситуации, что он знает некоторые русские слова и понимает, про что я говорю. Вот, будет неловко. Так, что я еще здесь не нашла? Окно чекала. Тут картины, какие-то коробки, стулья. Шкафы. Здесь, может быть, что-нибудь есть. На моем не приходить? Окей, так я особо не умею. Сначала нужно закончить расследование здесь. Поняла тебя. Блин, где еще что? Общаться на транслите в интернациональном языке. О, I got you, my brother. Блин, почему я не могу, типа, вот эти штуки осмотреть? А, они, типа, освещены, да? Призраки куда-то пропадают. Призраки куда-то пропадают. Куляшку осуществляют, чтобы пришел к нему какой-нибудь поп и осветил кулясочку. Так, я чего-то не понимаю, да? В окно мне пока выйти нельзя, к сожалению. Здесь девочка была, а что по уликам? Тут какое-то тряпье везде валяется. О, пистолет. У меня было две пушки, я не справилась с одним убийцей. Убийцей, вот черт. Очень медленно, извините, инвестигейшн. Да. Подарок мамы. Угу. Заботливая мама подарила пуху. Где еще улики-то? Вот, типа, я вижу циферки, ленточку. Вот, типа, осколки. Еще четыре осталось найти. Ох же, типа, интенд-клики сложные. Тут же полиция до меня тоже улики находила. Вот пушечка. В ванной я уже была, там ничего не нашла. Книжечки прочекала. Не понимаю немножко. Или я уже все, типа, нашла? Ага. Зачем приходил убийца, да? Запрос данных на пропавшего, разбитое окно, повреждения. Следы борьбы. Нет, смотри, я уже все осколки нашла. Это, видимо... Короче, нужно сопоставить две штуки. Вряд ли дело в призраках. Так, свидетель в бегах. Увидится в поисках. А то я гений. Повернулся. Ты арестован. Высыпаюсь, да? Что, дядька реально сильный. Типа один на один чела вот так вот поднять. И она в окошечко убежала, да? Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Куда делась девочка? Некоторые расследования требуют ответов на множество вопросов. Что, мне еще улики искать? Ой. Это ГГ так выкинули, да. Блин, опять нос заложила. Так, по ходу дела я что-то еще не нашла здесь, да? После того, как уже общую картину сложила. Лох, почему? Потому что меня в окно выкинули? Ну, всякое бывает. Дневник найти? Да вряд ли. Если бы я могла его найти до этого, я бы его, наверное, уже нашла. Блин, тут сквозь стен не пройдешь. Может мне еще раз... Да, блин. Блочит меня, убивец. Давай, Шанчонг. И тебя с наступающим. Может мне еще с этими челами подумать? Скотт хоть немного ослабится. Или у них ничего нет? А, нет, расследование только там, по ходу. Ладно, давайте еще раз мысливо прочитаем. Обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Мы сейчас хотим, чтобы толкнет, вытащить фото из-под папки. Из-под какой папки? Я что-то сейчас вообще ничего не понимаю. Из-под какой папки какое фото? Влияние есть, я вижу. Из-под папки фото. Вот одну улику не нашла. Я просто немножко не понимаю сейчас. Возможно, у меня вот этой улики не хватает. Про нее говорили, а фото папка в смысле? Нужно сейчас вот из этих всех улик выбрать одну, которая натолкнет его на то, чтобы он вытащил фото из-под папки. Какое фото из-под какой папки? А! Вот это, да? Вот улика. Онлайна меньше? Не скажи я, когда вампиров стримила, 20-30 челов было. Да и сегодня было 20 челов. Не знаю, куда все разошлись. Фото потребуется, Рексу, для розыска. Не, Вика... Ой, Вика. Папич стримил еще... Когда я подрубила, он уже стримил, типа. Нужно обязательно найти этих жильцов. Одну улику осталось найти. А, ну вот сейчас вот определить, куда делась девочка. Что-то в горле першит. Куда делась девочка? Так, фотки прочекал у него под ладошкой. А, он перешел. Нужно обязательно найти этих жильцов. Если они еще живы. Или мне можно еще раз фотки осорми... А, вот оно что. Лама не приходила еще. Вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов. Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Фотография девочки-священника. Звучит интересно. Звучит интересно. Спасибо. Такие звуки. Я вообще ничего не слышу. Вы слышите звуки? В священниках? Думаешь, из-за колокола в священниках? Батя, гений. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Гений в чате, сори. Свидетель находится в церкви неподалеку. Теперь делаем вывод. Самое сложное. Ох, было сложно. Нужно найти девочку. Сейчас в церковь, что ли, пойдем? Ой, в церкви будет сложно. Там же все освещено наверняка, да? Выйти из квартиры можно, по-моему, в окно, да, была? Бойнух нету, да? Он что, прыгать хочет вниз? Я тоже высоты боюсь. Нормально он так приземлился. Это свидетельница. Моя единственная зацепка. Я должна ее найти. Думаю, она в той церкви. Так вот. Опа. Взглянуть на свою жизнь. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу будто выпрыгиваю с тела и вижу себя со стороны. Она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так. Она умерла, потому что хотела помочь людям, а убийца скрылся. Если бы я подоспела хоть на минуту раньше, моя жизнь была бы совсем иной. Все было бы лучше, и она была бы жива. Мне кажется, до того он и боялся как раз-таки. Почему здесь рисунки на земле? Да. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий. Но Бакстер тоже не из-за бояшек. Да, но... Ты что, хочешь сказать, ну, что он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Я какую-то инфу к вам пропустила, да? А вот она. Нет, это не она. Блин, тут столько коллекционных штуковин. Нормально я сквозь тех сурки хожу. Мне так это нравится. Так, ну, походу, мне сюда и нужно. Так, этих мразишей нигде не видно. Мент, маньяк, овер 50 челов замочила. Ой, не знаю, я никогда не считала про серийных убить, хотя следовало бы. О, смотрите, опять призрак какой-то. Я сквозь стены просто не могу проходить, да? Только через двери. Значит, через забор пойдем. Так, стопэ. Тут что-то упечочек? А, здесь обойти это дело можно, сори. А вот то, что тут куча укрытий, говорит о том, что здесь, походу, где-то мразишь есть. Декстер не пробовала смотреть? Я посмотрела то ли 3, то ли 4 сезона. По-моему, на начале 5-го я остановилась. Вот, но это не точно. Или в 4-м, не помню. Дропнул на неопределенное время, но когда-нибудь досмотрю. Так, тату с машиной. Про татуировку угон автомобиля я и спрашивать не стала. Ненавижу ее. А липоватая, грубая и пошлая. Он чувствует, что я ее не одобряю, но, похоже, тут уж ничего не поделаешь. Такова судьба всех тату. Каждый когда-нибудь придется пожалеть. Телка появилась? Какая телка? Ой, я сломала текстуры. Найс. Не знаю, мне Декстер заезжал. Декстер детектив, да. Про как раз-таки серийного убийцу. Но это что-то типа Робин Гуда, можно сказать. 15, вечный огонь. Я, по-моему, тайничок сейчас нашла здесь. Подругу у Декстера? А, девушка? Ну, блин, я не буду спойлерить. Ну, это, по-моему, самое начало, да? Где он девушку себе нашел. Стоп, здесь дальше тоже, что ли? Я не могу пройти. Придется, видимо, назад-то возвращаться, обходить. Тут штуки не убираются? Ну, вот, если бы призраки действительно существовали. Действительно. Где я? Ура, помощнички. Малышка. Извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я... Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы. А перед глазами название Манагансет. Сейчас будем решать загадку с ее смертью. Так, как умерла женщина берега? Она мало что помнит. Интересно, что такое Манагансет. Угу. Сейчас будем думать. О, кладбище, да, маленькое? Или что это? Похоже, какой-то мемориал. Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Так. Где еще могут быть ништячки, связанные с ней? Кто лодки освещает, лол? Хотя там, наверное, возможно, есть какие-нибудь у рыболовов и у моряков правила, или как это называется. Ой-ой-ой, конфетные штучки. И мой персонаж не хочет сюда забираться. Что, кстати, странно, потому что там есть укрытие, лол. Возможно, баг какой-то. Нормально тут пепельница прям. Интересно, интересно. Фотография выживших после крушения Моно-Хансет. А, тут все рядом вокруг нее, что ли, валяется? За годы здесь скопилось множество свечей. Большинство похоже на церковные. А вот и Некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Некролог девушки. В нем сказано, что перед смертью она плыла на шлюпке. Кто на чем Моно-Хансет? Так что там еще было? Что она делала в шлюпке? Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Настоящий герой. Похоже, многие обязаны ей жизнью. Сейчас будем отгадывать загадку. Как умерла женщина на берегу? Нужно совместить три... Вот в рамке, Некролог, букет цветов. Опа. При крушении Моно-Хансет она была не жертвой, а героем. Букет лодка фотка. Да, разобралась уже. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила, Моно-Хансет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Клево узнавать, что ты герой. Если я всех спасла, то... Как же я погибла? Нет-нет-нет, ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Принцесская академия разошлась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Обидно. Помощнички. Рад, что помог. Оп. Еще одну душу спасли. Невинную душку. Душку. Блин, зачем так много укрытий здесь? Непонятно. Что, здесь я ничего не могу полутать, поискать какую-нибудь инфу. Не хотелось бы упускать это все. Из виду. Опа, вон там что-то есть интересное. О, здесь воспоминания. Клево. Ну, не знаю. Это вам судить. Типа, но я бегаю... Я люблю простой геймплей, когда ты просто, типа, ищешь что-то на карте, и есть какая-то загадка, и нужно ее отгадать. Мне интересно. Вам как? Не знаю. Я никому так больше не улыбался на Джулии. То счастье, которым Джулия наполнила всю мою жизнь, невозможно выразить словами. Фотографии на пляже получились на удивление хорошо, несмотря на то, что уже почти стемнело. Особенно удачным был снимок Ронана на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжей Салема. Селфи на цифру в смысле? На цифровой аппарат ты имеешь в виду? Нервничал в Tomb Raider на PlayStation 1? Почему нервничал? Да, новая игра. Podden Games. Postal? Да нет, я его прошла. Я не люблю дропать всякие вещи. Я люблю говорить о том, что я их пройду попозже. Ну а вампиров я целиком прошла. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут. Именно на плойках не играла, но они же потом еще на ПК выходили. Я понемножку чекала, по-моему, каждую из ларок. Но не особо далеко проходила. Возможно, поэтому не в курсах. Выяснить, где свидетель. Церквушечка, да. Здоровенная пила. Найс. Посмотрите, там по-моему, демонюги в церкви. По-моему, демонюги здесь. Демонюги. Демонюги. О, этот орган восстановленный. Орган или орган? Типа, я не могу понять. Это про пианино, да? Да, про орган. Сейчас. Не прочитала. Ой, как сложно. Этот орган, восстановленный в 19-м году, посвящается всем прихожанам, погибшим в Первомировое. Да, я помню, что в Tomb Raider много загадочек было, и там реально сложно. Надеюсь, сейчас ниоткуда никакая мразь здесь не вылезет. Так, здесь вроде нечего чекать. Опа. Это плохо пахнет, это показалось ей ужасным понятием, не имею, про что идет речь, но тем не менее. Она, как и я, считала тебя уродом? Нет, 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 она ничего не знала. Зачем все порт? Значит, ты за ней следил? Кроме меня, ее никто не ценил. Все эти мужики, с которыми она знакомилась в барах, свиньи. Я от них и доверялся. Привет, Мит. Ради нас. А один оказался тебе не по зубам. Нет. Они все были пьяны и беспомощны. Но один раз я за ней наблюдал, и въехал в сугроб. Выхлопные газы не учуял? Раз и я тут. Если честно, это просто великолепно. Никаких тебе стен и замков. Можно следить за ней. За каждым движением. Как-то непонятно сделано здесь. Типа... Может, я до этого должна была обнаружить... Нет. Нет. О! Вот и улики подъехали. На церковь? Книга о призраках. Следы борьбы. Багаж, окно, девочка, церковь. Может, книжка как раз и указывала? Фото, подарок мамы. Типа, я не знаю, либо фото, либо наброски. Вы бы что выбирали? Книжку, наброски или фотку? Фотку имеете ввиду? Нет. Церковь тут ни при чем. Тоже не то. У меня одна попытка осталась. А, я не ту фотку, что ли, выбрала? Я думала, это вот оно. Что, думаешь, фотографии все-таки? Тоже не то. Что-то я какая-то слишком глупая. Церковь? Реально церковь. Странно. Вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. Найс. У нее комната на чердаке? Надо проверить. Когда думаешь, что тебя могут наебать, а в итоге оказывается, что это единственный правильный вариант, лол. Странно. Блин, мне всегда нравилось оформление католических церквей. И защити от них избранных твоих. Аминь. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купила ему фетровую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она ему очень идет. Дома он теперь никогда ее не снимет. Привет, Артем. Блин, я ее, Мэйби, даже видела. В Казани-то католическую. Внутрь, конечно, не заходила, но, по-моему, видела. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. А этот ворон, я не могу его, типа? Окей. Тиня возле баскет-холла. Я понятия не имею, что такое баскет-холл, либо уже просто не помню об этом. Такой уж он человек. Я ничего не могу поделать. Стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно, выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь. Но постоянно думаю о Ронане. Ничего не могу поделать. Не могу. Это она, настоящая любовь. Любит везде лавстори пихать. Иногда снимаю шляпку. Опять призрак какой-то. Все нормально, но не подходи к ним. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Все, 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 все. Успокойся. Ты просто бредишь. Они пришли за тобой. Кто они? Что за больная? Боблюдошная женщина. Мне теперь страшно. Не знаю. Вряд ли это подразумевается, что она записки раскидывает. Это просто он путешествует по старым местам и, возможно, вспоминает. Типа, ловит флешбеки, как говорится. Ну вот, например. Тут у него воспоминания со свадьбой. Лучший день моей жизни. Мы с самого начала знали, что все закончится подобным образом рано или поздно. Господи, надеюсь, это поможет. Сейчас многие молятся. Не только она. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же? Нет, у него же жена тоже умерла. Кого они боятся? Судя по всему, серийного убийцу. Опа. Нормально он тут пылесосит, лоу. Она как умерла, она пыталась разнять двух дерущихся мужчин на улице. И, типа, один из них ей... Ножом, короче, ее порезал, и она скончалась. А вот эти вот маленькие коллекционные предметы, по ходу дела, когда я их все соберу, у меня откроется возможность исследовать еще какое-то дело. Ну, как я поняла. Единственный момент, то, что... Привет, Джека. На чива... Ну, и да, тут ачивменты еще. То, что я не понимаю, как мне пробраться вон туда, вон. Вон туда, вон. Возможно, через верх. Почему я с воронами не могу пока разговаривать? Ну, мак, ты же шранит. Не нуди. Ну, блин. Проиграл в драке, бывает. Блин, как мне туда попасть? Вопрос. С той стороны стена, с этой стороны стена никак пройти нигде не могу. Ну, где поп пылесосит? Так там же жижа грязная на полу. Там, типа, демонические штуковины. Видишь? Это плохая штука. Думаешь, по ней стоит проходить? Мне вот кажется, нет. Ну, хотя, как вариант, можно глянуть, что произойдет. Просто, типа, и здесь эта штука, и вон там такая же штука. Как бы они мне намекают, что ты здесь не пройдешь. Мне вот интересно, что будет здесь наступить. Можно? Не, прыгать нельзя. Ну вот, я наступила. Привет, Властенвуш. Я, как я и говорила, на эти штуки лучше не наступать. Сквозь шкаф я пройти не могу. Что, вороны? Ну, да. С этой женщиной можно еще раз поговорить? Я все еще их вижу. Не знаю, может, я что-то упускаю здесь. Типа, есть вот эти штуки. У меня пока не от кого прятаться. Не понимаю пока. Что я упускаю? Может пожить на чердаке? На каком чердаке? Действительно. Может, мне просто сейчас нужно выйти из церкви? Орган? Привет, Папа, уйдет. По душам перекатиться? Я не уверена. Типа, ну сейчас попробуем. Ну да, недаром говорят, что человек учится только на своих ошибках, а на чужих нет. Нет, орган неактивный. Я даже внутрь него не могу залезть. Блин, вон же близко вот эта вот булочка. я не думаю, что пылесос особо поможет. Привет, Симпл. Блин, по ходу дела мне придется выходить. Души видно через стену, но сквозь них типа не пробраться. Вот эта стена заблочена. Подвал-то, я думаю, типа выйти отсюда. обойти. Надо найти другой путь. Нет-нет, туда не надо. Туда не надо, говорит. Блин, одной догадкой меньше. Чердак. Каркара чей? Вороны вообще неактивные, мне это не нравится. Типа зачем они здесь? Я во всех челов уже повселялась, мысли их почитала. Никаких квестов мне ничего не дало. Тут вон половину забора осветили. Зачем? Непонятно. Вон тут еще пролили, судя по всему, ладан. Алтарь? Хм. Не выходя из души ворона, улики по зоне нет. Сильно не орать? Ах, хорошо. Да-не, култсфтори я обычно в доте рассказываю. Через ворона, говоришь, попробовать? Не, он, видишь, вообще в таргет не берется. Библии лежат. Идея была хорошая, но почему-то она не сработала. Сраный ворон, подскажи, что рыбы ты в этой игре. Я сейчас пойду топиться вот здесь. Летать? Нет. На втором этаже заблочено. В чем смысл детективчик? Девка была? Смотри, наверху призраки. Там забор, там я не могу пройти. Где именно наверху? рядом с другой девкой сидячей. Не, это парень. Это вообще, я в них всех уже вселялась. Впрочем, детектив, сейчас я пытаюсь разгадать загадку серийного убийцы. Вот и все. После дерьма никак не пройти, да? Что за история в игре? Ну, я просто это, меня перебили. А, все, поняла. Все, разобралась. Реально можно было это все задоджить. Я попросила его снова позвать меня замуж. Какое счастье, что он не ушел от меня после того, как я не ответила на первое предложение. Он по-настоящему меня любит. С улыбкой он опустился на одно колено прямо на улице, не обращая внимания на лужу, потому что понял, что это значит. Решение наконец-то принято. Он взял меня за руку и сказал «Ты?» И я ответила «Да». И даже не дала ему сказать «Выдержи меня». Мы оба все поняли и рассмеялись. Это очень хороший знак. Но я не понимала. Я думала, снизу может как-то можно было туда пробраться. Привет, Вить. Но оказалось, что снизу нельзя. Видимо, там точно так же придется сделать. Зря я, наверное, спустилась сейчас. А вот как мне туда попасть? Надо, видимо, откуда-то отсюда увидеть, да? Таргет бы поймать ту штуковину, лол. Ладно, сейчас еще раз осмотрюсь и мне нужно на ту сторону перепрыгнуть. Там вообще видите? А, через дырочку можно. Все, поняла. здесь стоял первый дом священника церкви святого Бенедикта, сгоревший в 1902 году. Так, ну и спрашивается, спрашивается, чего мы добились? Я могу пройти сквозь эту стену? Нет. 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 Может, там можно было пройти? Я что-то пропустила. Я не понял, а потом опять не понял. Собрать улики? Нет. Мне нужно сейчас просто найти чердак. Что они тут сидят, ублюдки? пусть эту стену тоже не прохожу? Буду просто тереться носом об стены. Вообще, половинки вещей, как я могу забраться на чердак. Если я не умею прыгать. Может, дело в этом моргане? Все тут неспроста. Опять я вниз упала. Что с воронами не так? Почему они неактивные до сих пор? По лестнице в подвале. А где подвал? Блин, вот хоть убейте, вообще не понимает, чего от меня сейчас игра хочет. Как раньше, подытожить нет. Ну, типа, священник сказал, что она может пожить на чердаке. На каком чердаке? Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая, церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. И тут типа ноль упоминаний, где этот чердак. выйти? Мне кажется, нет, потому что я ж ничего не сделала. Вот, смотри. Туда я не пойду, говорит. Не хочу. Туда, где дырки? Спокойной ночи. Гайз, мы такие глупые, можно же подождать, пока он перейдет, вселиться в него и сквозь него пройти. сейчас он подойдет ко мне и все будет хорошо. Давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Привет, Колик. А, наискепчик, да, спасибо. Стоп, а почему я не могу покинуть тело? А, вот сейчас могу. Я, видимо, слишком долго читала его мысли, когда он напивал. Вот здесь не могу. Сейчас вот он зайдет где спокойно. Вот. Опа. Не могла, там не была активная кнопка рейт-клика. Или я пропустила. Кажется, чердак там. Китя, Китя, мурлыка черненький. Черненький Китя, посмотрите на него. Мур-мур. Вы что, думаете меня так просто обмануть? Нет, я буду собирать ништяки. Шашка, это я. Эркюль. Не Элькюра, а Эркюль. Я тоже хочу восточный экспресс глянуть. нет, я еще не смотрела. Давно в кино идет, но это надо выходить из дома и платить деньги, а я такое не рублю. о Шейла, поверь, их ждет долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С четвертого класса? Кажется, ты знаешь ее даже лучше, чем я. Должна заметить, у нее был прекрасный образец для подражания. Вети у них родятся просто восхитительные. колик проходил ее, да? Призрак шерифа. Дело реальное и мир реальный. Моя девочка выходит замуж по любви, а это главное. Так, не забегали я вперед, кстати, когда сюда залезла? О, вон вижу мразиша. Буду включать каждый телевизор, который вижу. Так, я что-то круголей тут навернула. А то у меня просто ребята в чате писали, что ну, только двое из ребят в чате играли, короче, в эту игру и двоим из них она дропнули, короче, я могу вселиться в кошечку? Кошечку могу. Да я тоже тут напугалась пару раз. Так, здесь это. Нет, я по ходу дела здесь уже мейн задание, а снаружи надо глянуть сет от какого. Снаружи в первую очередь полутать. Следы кошачьих когтей. Интересно. Ему не надо объяснять, чтобы перейти в мир, надо сделать земные дела. Да, 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 а под незаконченным делом подразумевается этот, как его, как раз-таки чел, который меня убил. Вот. окна здесь вроде ничего нету, внутри? мейн. О, у меня пока у нас там тело лежит. Ой, смотрите, тут кто-то нагадил сильно. так, этих дамочек мы уже подслушали. Тут я вроде тоже все прочекала. Где там полтергейст был? Вон он слева. тут жижа, тут выход, да, тут нельзя выйти. Там плохие звуки. Опа. отстань. Ну, иди. Ну, что, он от меня не отстанет? Все, отстал. он меня сквозь стены видит? Опа. На пару спиритов, да. Дымлю ли я в будинку? Что это значит? Прости, я не говорю по-европейски, но не все слова понимаю европейские. я не придираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь украшения? Извините, мэм, но в заявке было оформить в пуританском стиле, без подробностей. посмотрите. Посмотрите, просто посмотрите. Это по-вашему пуританский стиль? Там пластик. А он разве был у тех, кто высадился у плиматского камня? Вряд ли нужна такая буквальная точность. Конечно. Вы вообще не думаете, да? Пуританский стиль связан с природой. Он деревенский, но изысканный. В традициях Салема. Вся свадьба должна быть в традициях Салема. Это символ нашей гордости. Не, я могу только демонов убивать. Нет, дома я не курю. Я курю только... Ну, я сейчас в компьютерном клубе нахожусь. Видите, там шкафы типа диван, чтобы отдыхать. Вот в компьютерном клубе мне разрешают курить, а дома нет, не курю. Мама привыкла. Историю теперь никто не уважает. Я только что нашел настоящую салемскую ведьму. Компьютерный дом начало начал. О, лутат. Вип-кабинка, да, именно. Не, это была не смешная шутка, просто я не поняла, почему ты спросил, курю ли я дома, если я сижу дома, и я курю. Могут разгуливать мелкие зверьки, а вот мы проверяем, чтобы никто там не застрял. Я бы не советовал говорить об этом. Это, я как понимаю, маслины. А это опять макароны, да? Под наркотиками? Какими такими наркотиками? Блин, я опять ничего не ела сегодня, типа, вы понимали, да, по поводу полигонов, не туда нажала, пардон. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы текстуры макарон были качественными. зачем есть, когда пью пепси? Действительно, ну, блин. Разрешение больше я не могу поставить. Я же говорила, типа, у меня сейчас не работает второй монитор, и я все игры запускаю в оконном режиме 1366 на 768 и справа у меня в маленьком окошечке чатик. Я не могу в фуллскрине играть, я тогда не смогу читать ваши сообщения. Вот. Звучит по-гейски. А на первом курсе за университет играл. Ну, поздравляю со свадьбой и с футболом. Я даже не слушаю. Ох, шите люди. Забавно, кстати, мысли сейчас почитать. Блин, так есть хочется. Я могу вселиться в кисяньку, в кофочку, в маленькую кисяньку. Без без зажди макарон неинтересно, да, не атмосферно. Так, еще пять пил нужно найти, да, чтобы открыть какой-то ништячок. Это дверь, которая не дверь. Просто дверь в стены. Тут тоже залочено. В кошку не хочу вселяться, хочу все пила найти. Я тут ничего не упустила? не атмосферно играть в окне, да я уже привыкла на самом деле. Так, управление кошкой. Открыто достижение, какая киса? Ух. В СД удерживайте шифт, ага, с разбегу можно запрыгивать на уступы. Пошла. Симулятор кошки, хочу тереться об ножки. мяу. 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 А то есть понять, самка это или самец? Мяу. 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 Анимировали? Да, вот я на шифте бегаю. Бэтч Американ Кот. А, ну да, на кошке нельзя проходить сквозь текстуры, как я могла про это забыть? Ой. Куда? Мне, наверное, налево надо было. О, я у них там что-то пропустила. Еще три пилы нужно найти. Мяу. Так, а что за дядька тут курит? Курит, как баба. Там пальцы растопырил. Дома, за закрытыми дверями, будет понадежнее. Я могу только делать мяу. что, кисенька не запрыгивает с разбега, не понимаю. А, вот, запрыгнула. А, вот, запрыгнула. Ой, смотрите, какой качок. Вы посмотрите на эту морку. Прыг-шкак, прыг-шкак. Кота можно припарковать, да. Я тоже боялась, что убежит. Китя, Китя, мяу. Да, очень клево. Мне нравится за Китика играть. Я пилы не все нашла. Где мои пилы? Не хочу покидать кошку. Документалка про турецких кошек. Там Стамбул, да? Там истамбульские кошки. Я себе даже трейлер добавляла в аудио. Ой, в аудио, в видеозаписи. Он, по-моему, даже вышел. А, вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Я хочу найти пилу. Я хочу найти пилу. Где пила? У меня чуть-чуть пила осталось. Я не хочу пропускать лут. Что заставит ее продумать про звонарь, а? У него перса в губе, она бунтарка. Убирайся к черту! Проклятие! Если ты еще раз в меня вселишься, я... Я... Ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийцу. Того, кто час назад чуть не напал на тебя. И если... Погоди-ка. Ты... Ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, ни партнер, ни друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Ура, наконец-то можно с человеком поговорить. По поводу кричать по КД и просить все, что захочет. Недавно смотрела фильм. Сейчас скажу, как он называется. Поставлю на паузу, а то мало ли. Там как раз была фича с тем, что призрак добивался у медиума желаемого, просто крича над ней и трепя ей нервы. Сейчас скажу. У меня кинопоиск прогрузится. Я скину в чатик. Кинопоиск грузиться не хочет. А, ну это привидение 90-го года. Тропика клевая тема. Четвертая часть я проходила. Держу в курсе. Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Свупи Голдберг, да. Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Я все ачивки в четвертом тропика выбила. А там еще ремейк есть? Я не знала. Симпатичная девочка такая. С маленькими хвостиками. Ну и где твоя мать? Наверное. Умерла. Она бы меня никогда так не бросила. Нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь. Это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Ну не, ремейка вроде не было. Слушай, но не накручивай себя так. Погоняла чили Кока-Кола? Ну ладно. Что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну ладно, жила. Пару дней назад твоя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не связала. Она так погоняла, а полицейские дает. Ну вот так. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. А еще у него значок It's a trap. Или ты про него и говоришь. А, ну ты, наверное, его имеешь в виду. Зарабатывать на способностях? Да. О, может ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. В профиль надо обратить внимание. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Кстати, по поводу госленга. Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Какой злой подросток. Какой злой подросток. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. И маму твою найду. И всю твою семью найду. Не за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение. Но твои проблемы твои. А мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду. Послушай. В этом замешана твоя мать. Значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп. Отстань! Отставь меня в покое! Как грубо. Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Так. Короче, держу в курсе. Лиль, помнишь, мы с тобой обсуждали Ла-Ла-Лэнд. Ты сказала, что он тебе чертовски не понравился. Я его посмотрела, и он мне заехал. У меня, соответственно, вопрос к тебе возникает. Почему тебе не понравился Ла-Ла-Лэнд? Из-за концовки или из-за чего? Тем временем, надо, наверное, прочекать историю. Нет, это не то. Да, вот они все. Поют по КД, ну блин. Просто, если тебе изначально не нравится жанр мюзикла, то не стоит ожидать от него того, что он тебе заедет. Привет, Котэмон. Что за непонятные игры стримлю? Да почему непонятные? Просто не Дота. Сейчас детективчики, например, прохожу. То есть, просто из-за того, что мюзикл не понравился? Да я бы даже мюзиклом его не назвала. В мюзикле поют по КД, а там буквально несколько песен есть. Вот. Ну, дубляж. Ну, никто и не говорит, что нужно в дубляже смотреть мюзикл. Очевидно, что с субтитрами, типа. Не знаю, я в свое время, не помню, сколько мне было, по-моему, в 15 лет я смотрела сериал Гли подростковый. И это, типа, полностью мюзикл про школьников и про клуб, в котором они учатся пению, типа. Ромзи, привет. И, не знаю, ничего не вижу плохого. Я люблю музыку, и там попсовые каверы неплохие были. Звучало довольно здорово. Так что, блин, не знаю, почему могут не нравиться фильмы, в которых поют, но это, в принципе, дело вкуса. Но, опять-таки, повторюсь, что не стоит смотреть фильм того жанра, который ты не любишь, и удивляться, что они тебе не нравятся. Вот. Так сюжетка клев... О, сюжетка, блин, сори. Так сюжет клевый в фильме. Вроде бы. Звонарь искал мать-свидетельница. Мать-свидетельница пропала. Тем временем происходит что-то непонятное. Спасибо за хостик на одного жителя Дон Монконг. А, пончики, да, я аж полицейский. Мне срочно нужны пончики. Свидетельница убежала из дома, чтобы ее не нашли. Вампиров допрошла, да. Концовка. А что плохого в концовке? Ну, типа, она стала известной. Потому что не хэппи-энд? Или почему? Немедленно уходи из дома, найди в участке моей записи. Не возвращайся, это опасно. Я постараюсь отыскать тебя, мама. Свидетельница незнакома с убийцей. И когда ты призрак, и на тебя громко кричат, это немножечко напрягает. И мы сейчас опять будем бегать. Так. Пилу я здесь, кстати, так и не нашла. Но благо здесь открыто окно. И могу ли я в него выпрыгнуть? А, я могу посмотреть вниз и потом убежать в другую. Или... Так, по-моему, возникла некоторая проблема в том, что я не все прочекала. Я бы перезагрузила, наверное. Надеюсь, оно сохранилось не на земле. Там же можно было по вентиляции проползти. И maybe я там что-нибудь нашла бы. Да, сейчас попробую чекнуть. Типа, в ту вентиляцию можно было прыгнуть или на крышу, а потом только в окно. А кто концовку проспойлерил? Я же вроде бы... не озвучила вслух. Или мне нельзя сюда? Я кошку забаговала. Ну так она... Она ж хуёвая по мнению Лили, а по моему мнению она не особо хуёвая. В коробку? В какую коробку? А, няшится. Откалибровалась на первый аншент. Блин, какой котик клёвый. Чё, мне можно покинуть кошечку? Так, тут сюда нельзя. Куда моя девонька-то уехала на лифте? А-ла-ла-ла-ла-ла, я вас не слушаю. Быть забавно, если бы она здесь где-нибудь писала и мы такие врываемся. Почему вторую часть не запилят? Чего? А-а-а... Мурдора? Ну, не знаю. Может, у них пока идеи нету. Ну, блин, все любят котиков. Ну, практически все. Чё, мне вон туда нужно пробраться? Там вообще есть что-нибудь интересное? Пила! Ещё две штучки осталось найти. Уф! Блин, по-моему, мне определённо нужна здесь кошка. Надо вернуться назад и попробовать с кошечкой туда пролезть. Да никто ничего не спойлерит, Мак, не уходи. Не знаю, Эмма Стоун клёво выглядит. Она похожа на кошку. Ну, вы видели, наверное, тут мем с той кошкой в парике. Правда нужна, но если нужна, тогда иди. Блин, дайте мне кису потрогать. Где кися? Кися. Кися. Потянулись попкой, потянулись. Мяу. Ну, не знаю, Энжи. Брайан чудесный мальчик, но... Я туда не запрыгну? Или я уже не могу? Его мать, конечно, смахивает на гарпию. Но Брайан нет. Да, я тоже так думаю. Просто ты шелли никогда не... Я, походу, делал, уже не смогу туда подняться. Печальненькая. Ну, и ладно. Не больно-то и хотелось. Блин, сквозь дверь не могу пройти опять. Так, что по поводу незаконченного дела? От алкокомы? Блин, найду ли я где-то еще эти пилы чертовы? Или нет? Один фильм в три месяца. На самом деле, раньше я бы удивилась, что... Ну, блин, люди могут смотреть только один фильм... Могут смотреть один фильм в три месяца. А сейчас я, в принципе, с тобой соглашусь, потому что на полнометраге очень редко смотрю, ввиду того, что... А, ввиду того, что... Просто очень много стримлю, играю во всякие игры, и... Потом просто сплю. Вам, у меня нет смысла сейчас пробегать всю... Блин, как мне попасть к священнику? Вряд ли меня заставили бы делать одну и ту же вещь... Несколько раз? Не, мне, наверное, надо вниз спускаться. Окошко не может спуститься вниз? А, понятно, окей. Блин, обидно. С Бриджит Бордо? Нет, ничего не видела. Бриджит Бордо, она вроде бы... Ударение правильно ставит. Я не понимаю, как мне добраться до священника. Черт. Типа, вот он рядом, но... Никак к нему не пробраться. А, никто ничего не заметил. Может, я реально что-то упускаю? Так же, как и пришла, я не могу. С другой стороны вход был. Другой коридор? Типа, с той стороны? Котиком нельзя двери открывать. Давай попробуй с другой. Нет. Здесь очень много жижи. А там он перестал убираться. Блин, я хочу наверх забраться. Я думала, котиком можно сюда как-то пролезть. В щель котом, в которой сантехник? А, ну окей. Сори. Немножечко мета миссанула. А где я кота оставила снаружи? Ну, пойдемте тогда в эту вентиляцию. Хотя я не уверена, что здесь есть вообще возможность запрыгнуть вон туда. Тут двери все закрыты, кроме этой. И остальные тоже закрыты. Я не знаю, как мне пробраться туда. Может, мне просто помяукать перед дверью? Так, я могу залезть на вот этот стол с разбега. А на шкаф не получается. Потому что там, видишь, это не на шкаф запрыжка, а из вентиляции. Я отсюда пришла сюда. Кошака нельзя обузить, да. Че такое, Дон Манко? Ну, это и Прилхозе, а? Дома за закрытыми дверями будет понадежнее. Вообще, было бы клево, если бы я реально помяукала на дверь, и мне бы ее открыли. Но нет, им всем насрать на окошку. Вот, пришла я отсюда, и священник ушел. Мысли жизненные, а че я говорила-то? Типа здесь не пройти. Куда дальше-то? Я еще пилы не нашла все. Возможно, это мое незаконченное дело. Мини-мапа нету. Использовать пылесос? Использовать человеком или кошкой? Хочу найти пилу. Вот, я хотела бы сюда забраться, но тут, по-моему, вообще нет ходов для кошки. А пройти сквозь вот эти штучки не получается, как раньше. Внизу надо работать, но там же все варики, это типа залезть обратно наверх. Возле двери котом нельзя пройти. Мужик, в которого я вселялась. Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. Где дырка? Возле курящего мужика мне в кота залезать типа сейчас опять? Типа если я вот по этому пути пойду, то я опять вернусь наверх просто и все. Блин, эти маленькие дети призраки мне не нравятся. Может я ему мяукну и типа он откроет мне дверь все-таки? Обратите внимание на меня, я кот. Просто, чтобы вы понимали, мне кажется, не зря здесь есть кнопка мяуканья. Обратите на меня внимание, я кошечка. к мрази. Наверх уже никак не запрыгнуть. Откройте! Мне так грустно. Играть за кота так грустно. Ну, пустите куда-нибудь. Не знаю, по-моему, я здесь должна человеком играть, но я не понимаю, как. Улики рассмотреть нет. Мне сейчас нужно просто попасть к священнику. Под дверью не могу. Смотри, тут щелень от нормальных. Согрешить. Вот, текущая моя задача догнать свидетельницу. Как это сделать, когда я не могу проходить сквозь всякие мразотные красные штуки, я не понимаю. Привет, Назир. Ну, блин, Саня не тупой, я не спорю, что я глупая, но я не... У меня есть чатик. Чатик тоже вон понять не может. Что делать? Он типа рил. Вообще не понимаю, чего от меня игра сейчас хочет. Как там пройти? Где еще здесь выход есть? Эта дверь залочена. Здесь я все чекала. Откуда столько терпения? Ну, я с вами еще параллельно разговариваю, жду пока мне удастся додуматься, либо вы мне подскажете. По коридорам работать? Я не знаю, кошкой или не кошкой. В итоге приз получает Артем. Артем, похлопайте Артему. Он пошутил про пылесос, но оказался прав. Артем, держи. Блин, что бы тебе дать? Держи вафля. Кажется, мы сломали священника. Тем временем Артем сломал священника. А что, пацаны? Артем, я забираю твои вафельки обратно. Ты забаговал священника. А что, лоу. Ладно, госсохранение обратно, бэкап мне, мы будем нормально играть. Хакер на хейте. Хакер и хейтер, да. Так, ну, шутки шутками, но надеюсь, со второго раза он у меня в текстуру не уйдет, или я успею среагировать и типа здесь я вообще пройти не могу никак к этому не привыкну. Успею среагировать и выйду вовремя до того, как он уйдет сквозь текстуры. Ну, просто это пока не вывозит он в текстурах застревает. Дарова Пурпур. Я тут полтергирую, полтергистирую пылесос. Так, главное сейчас не сломать его. А что с тобой? Сейчас он пройдет сквозь опасную жижу и, надеюсь, не уйдет в текстуры. Что за игра? Нет, 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 не туда. Все, вышла. И ушел в туман войны. Там была... Ой, там мразиши появились. Игра это детектив и симулятор вхождения в стены. Некоторые объекты можно активировать, чтобы отвлечь внимание демонов. Вот и вороны нам пригодились тем временем. И незаметно прокраситься мимо них. Как правило, чаще всего дается отвлечь внимание демонов с помощью воронов. Укрытие демонов поможет подобраться к объектам. Отвлеките демона. Ага. Священник Минзи. Не, сори, я сейчас сама реально буду пугаться. Если я не буду их агрить. Я не могу понять, Бейн спиной сейчас ко мне или лапами ко мне идет. По моему лицом, да? Я же могу к нему подойти и... зачем его было агрить на... на ворона, если можно было просто его обойти. Но это, видимо, просто обучение для next-уровней. Так я же это уже читала. Неужели не сохранился диалог? Это какая-то странная женщина-призрак. Они пришли за тобой. Так, тем временем пора, наверное, выходить из церкви и бежать за той девчулей. Несмотря на то, что я не нашла буквально две пилы. Драбаш с крестом. Там вон дверка открыта. Блин, как я пилу-то не нашла. Проклятие. И что теперь? сериал про умственно отсталого детектива и хитрого попа, который уходит в текстуры. Господи. Китя, Китя. Ну? Куда она делась, а? А, кошка? Злая Китя. 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 Какая улика подскажет, куда она направилась? Маму, наверное, она ищет, да? Изя. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. свидетельница отправилась в участок, чтобы забрать досье, составленное ее матери. мяу. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Конечно, никто не заметит. Ты знала, что ее мать работала на полицию? Мяу. Мяу. Ладно, можешь не отвечать. А что вы говорите про 2005 год? Про кого? Про что? Константин? Про фильм? Я не думала, что он особо старый. Не знаю, я не считаю старыми фильмы, начиная с 2000 года. Блин, ну там же стопудово где-то еще пилы были. Как я могла их пропустить? Ооо. В Константина нет, смотрела. А разве игра есть? Здесь я не пройду, вон там надо подниматься. ГТА-3. Я в ГТА-3 не играла, играла только в Вайс-Сити. Вот. И Вайс-Сити, кстати, у меня не пройдено на фул. Я уже говорила, где я там застряла. Когда я Ларса что ли спасал или как там его звали на помойке, на свалке. Но я тогда типа стрелять не умела. Возможно, в этом была проблема. Хотя не уверена, что я сейчас пройду миссию с вертолетиком. Лансич, да, Ланс. Спокойной ночи. Артем. У моего мужчины на работе был тяжелый день. Рассказал он мне он об этом далеко не сразу. Похоже, этот тип Бакстера относится к Ронану враждебно и он ничего не может поделать. Удивительно, откуда столько злобы, ведь Ронан ничем его не обидел. Однако, Бакстер, кажется, составил окончательное мнение о Ронане и теперь его не переубедишь. Бывают же люди. приветливый. Приветливый. Это скорее не приветливый. Приветливый это же когда здороваешься. А что будет, если сказать про человека, который с тобой прощается? Сегодня он сделал мне предложение. Если честно, я не знала, что ответить. Я хочу быть с ним, я люблю его, но когда он предложил мне выйти за него замуж, я словно онемела. А он стоял на коленях, ожидал, страдая от моего молчания, а потом поднялся. Лишь через 5 минут я смогла ему сказать, что мне нужно подумать. Неужели я все испортила? Приветливый от слова привет. Мне кажется, есть другое слово для челов, которые прощаются. Опа. С покушатем. А, не сразу, а на второй раз она говорила как раз про это. Какие-то пентаграммы на полу, непонятно все. Упоминальный. Полиция Салема до сих пор не видит связи между недавними убийствами, но в городе распространяются слухи о том, что это дело рук маньяка. Пока эти случаи объединяет только одно странный знак, похожий на колокол. Подобные рисунки неоднократно находили на место преступления. Никто не представляет, что он может означать, но возможно у этого звонаря есть причина оставлять свой опознавательный знак. Блин, а тут столько всяких ништяков пропустила. Блага не светятся, их не так сложно находить. Так, теперь про детство почитаем. Похоже, родители Ронана люди неуравновешенные. Должно быть, ему было очень трудно в детстве, ведь тяжело чувствовать себя маргиналом, обреченным жить по криминальным понятиям своей семьи. А сейчас он мой неограненный алмаз. Такая добрая душа, но при этом ему хватило сил, чтобы терпеть выходки своих родителей. Имея все основания для разочарования обиды за то, как его воспитали, он ни разу ни в чем не упрекнул своих родителей. Он намного лучше, чем кажется. Ты хочешь музыку послушать? Так врубай, да, хуже не будет. И доту, в доту пойдешь играть. Она бы не стала кончать жизнь самоубийством, она была счастлива, у нее было много друзей, должно быть, ее кто-то убил. Наверняка. Так, у вас тут романтика, пацаны, да? Не думаю, что это один убийца. Тут работали подражатели. Ох, шить и женщина со своими мыслями. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Действительно. Жертва повешена на потолочном вентиляторе. Знак колокол указывает на то, что, возможно, это убийство. просто не... Поссорились? Он меня предал. Клялся вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно. Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. Пока правду не знаю. Теперь будем копаться в чужом грязном белье. Пусть самое плохое. Ладно. Займусь. Возможно, у тебя просто заниженные требования к женщинам. Не нужно быть детективом, чтобы понять, сердце этой женщины разбитое. Разбитое. Нужно выяснить, правда ли ее изменял бывший парень. Встречался ли мужчина своей невестой, пока была жива его бывшая? Такая мысль не могу почитать. Могу сразу начать влиять. Надо сначала улики, наверное, поискать или нет? Или просто в них влезать? Ладно, сейчас посмотрим. Не пойму, почему она покончила с собой. Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. он встретил эту девушку после смерти бывшей. Ну, это понятно, да. Чего? Странно. Странно. она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Похоже, девушка подошла к нему только потому, что он был очень одиноким и печальным. Ну, да. Чего бы и нет. Ну, насчет насилия непонятно. Привет, залупа китая. Да, я Иркюль Пуаро. Да. Разгадываю серию странных убийств. Я стараюсь читать вслух так, чтобы это не было похоже на тарабарщину. Чтобы было понятно на слух. Привет, Леша. Что, мне, типа... А, надо было по очереди... А, по очереди, лол. Вот я необразованная, глупая. Что такое? Похоже, все это сплошное недоразумение. Не знаю, что она скажет, но скоро станет ясно. Вообще, меня сейчас немножечко оскорбило сообщение про то, что я медленно читаю. Да, Сережа, я тебя внимательно слушаю. Привет, что ты, Изя? Поскольку я всегда, типа, в школе еще занимала первое место по скорочтению, типа, ну, быстрее всех, больше символов, не символов, а слов в минуту читала, поэтому я даже обиделась. Устал? Ну, отдохни. Тела хорошо. Твоя смерть их сблизила. Значит, он меня любил? Похоже, да. Какая я дура. Он и сейчас тебя вспоминает. Если от этого станет легче, знай, он никогда тебя не забудет. Легче, да. Как жаль. Я должна была ему доверять. Ох, шо, эти глупые женщины. и поженились бы? Униженных и оскорбленных, да. Привет, Лама. Привет. Ладно, спасибо. С китайцами Вов? Ламу в чатике уже ждут. В Самаре сейчас 4.45. В Самаре от Москвы плюс 1. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. Хочу в женщину войти. Женщине нельзя войти? Можно. Стримлю поздно, потому что у меня режим в дерьме. Кладбище Эшленд-Хиллз было заложено в 1632 году. Его площадь значительно увеличилась после двух трагических событий, одно из которых и дало кладбище имя. В 1665 году эмигранты, спасавшиеся от лондонской чумы, поняли, что сами заражены. Их поместили в карантин в этой части кладбища. Когда все они умерли, их трупы сожгли, а пепел похоронили. С тех пор кладбище называется Эшленд-Хиллз в пепельной холме. Привет, из плюс 1. Здорово, ты из будущего, я смотрю. Ну и плюс, когда я читаю вслух, я стараюсь делать это, ну, с каким-никаким выражением, типа делать небольшие паузы с запятыми и с точками. Вот, это по поводу медленности чтения, и да, это меня сильно задело. Тут дом горит. Город-психушка, у него еще название такое, типа Салем. Немножко ведьмовской и сверхъестественной такое. Что, я откуда пришла-то вообще? Вот отсюда, да? Пимала депрессионная из-за того, что телка не поверила в то, что мужик ее любит и суициднулась, и теперь жалеет о том, что суициднулась, ну так это же ее вина. у всех такая драма, что-то здесь. Хочу в телку вселиться. Пытается время стопудово кучу бумажек здесь пропустила. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Ни в чем, мысли все заскриптованные. Один из них уже говорил такие вещи. Блин, я уже думала, тут типа у каждого есть небольшая история, и можно там... А это нормально? Вот по поводу текстурок вот этих вот? Машина в доме. Машина призрак, что ли? Окей. Кажется, это очень странный город, где люди ходят сквозь текстуры. Это та же пара? Да ты все врешь, лама, ты все врешь. На самом деле, я правда волнуюсь и по поводу встраивания своего плеера на пеку. Так что, не знаю. Мне нужно подумать. Типичные мысли женщины. Что, что это было? Я до сих пор помню тот день, когда впервые увидел Ронана. Ронан вел себя развязанно, классический плохой парень. И мне это было по душе, однако еще больше мне нравилось то, что на самом деле у него доброе сердце. он вырос в районе с дурной славой, но уже в суровых условиях его не ожесточило. Так, с этим я уже говорила на качельках, да? Что за лама? Ну, вон он над тобой написал сообщение. Так. Здесь так тихо. Такой сонный городок. Скучно. Тут ничего не происходит. Века ТВ Это сайтик со стримами. Глупые вопросы? Да, конечно. Интересно, татуировки это больно? Коп был весь, как китайская ваза. Вот у меня бы сейчас бомбанул на месте моего героя. Вот в этом маленьком переулке я уже была, да? Сколько процентов пройдено? А, игры имеешь ввиду? Так, а здесь я была? Судя по всему, нет. Мы не раз говорили, что свечей и керосиновых ламп в доме Клэр слишком много. Она обожала полумрак, особенно во время сеансов. Нет, она не относилась к ним серьезно, просто хотела пообщаться с покойными знаменитостями. Тупо чищу территорию. Так, что тут у нас есть? Швечки. Неужели ничего на полу интересного нет? 25 лет? Ой, 25 лет, это уже реально пора. Типа мне вот 22 стукнуло, я уже чувствую себя 50-летней старухой. Хотя нет, 50 не старый. Вот 22 старые, а 50 нет. освещённые какие-то парашные коробки. Чё, где? Я ещё не была. Где я могу найти бумажки? По-моему, уже всё, отбежала. Ладно, го в полицию тогда. Алло, это полиция Майами? Там что-то светится, интересно, это лампы или... Реально в клубе? О, вон там бумажечка, вижу, свечится. Не бумажечка, какой-то ништячок. Здесь я, походу, дела не была, если я её не заметила, да? Или же... Да, не была. Тут ещё одна кошечка. Шматрича. Ладно, мы её, наверное, тогда здесь пока припаркуем, найдём, где она нам понадобится. А, вот, я поняла, куда нам с кошкой бежать. Ладно, обойду сейчас, поищу ещё бумажечки и вернусь. А то мало ли. А то мало ли. Столько контента пропущу. Не люблю пропускать контент. Хотя лама думает наоборот, наверняка. Считается, что Салем тихое место, где можно скрыться от проблем большого города. Однако дошло до того, что мне по вечерам уже страшно выходить на улицу. Я говорила об этом Ронану, а он в ответ убеждает меня в том, что самый опасный человек в городе, это он сам. Его похвальба меня не успокаивает. В Салеме есть что-то мерзкое. Что-то какие-то готичные молодые люди сидят везде, грустные. Женщины сквозь текстуры ходят. Не знаю, на самом деле, зачем они ввели вот этих вот духов в игру, когда можно было спокойно просто бегать и искать инфу о убийцах. Сиреника? Ну все, хорошо. Просто не хотелось бы пропускать... Туда я не пойду. Туда я не пойду, хорошо. Хотелось бы пропускать ништяки дополнительные. Так, где мы видели кошку? Где-то здесь? Нет? По-моему, не здесь. Это тупик дальше. Ну, хотя бы сделаю вам приятно, поиграю за котика. Так, а дальше куда? Ничего себе! В спринтованной прыжке! Не, ну как минимум за геймплей с котиком можно сказать разрабам спасибо. Вам это очень здорово. Привет, Нейтши Продакт! Стараюсь по возможности мявкать, да? Так, стоп. Вы реально хотите мне сказать, что все вот это вот я делала только ради того, чтобы получить ту штуку? Нейтши Продакт! Мне очень нравится! Нейтши Продакт! Нейтши Продакт! Нейтши Продакт! Полития Майами! Как мне туда пробраться-то? Просто обойти это все дело через кустики. Так, тут походу дело с кем-то можно поговорить. Слишком много улик, которых я не могу активировать. Настоящие ведьмы такие шляпы не носили. Какие ведьмы, непонятно. Вы видите здесь какую-нибудь женщину-призрака, которая могла бы задать мне вопрос по поводу того, что ее убило? Я что-то не вижу. Зато я вижу светящие шаштуки, которые прям так меня и манят, как сорока. Наконец-то по ночам я чувствую себя в безопасности. Все эти истории про то, что он самый опасный человек в Салеме, они казались мне правдой. Никто нас не трогал, потому что все боялись его, а я была с ним. Я и сейчас с ним, и буду с ним, я это знаю. В бричке разбившейся. Бричка это лодка? Бричка, бричка. Что такое бричка? Бутылки собирать? Нет, не обязательно, но меня смущает то, что они здесь есть. Раз они есть, значит это все неспроста. Блин, где призраки? Почему здесь валяются активные штуковины? Типа, где я там видела эту штуку? Или их уже нету? Ну ладно, хуже же не будет. Может мне показалось. С козырей зашла, в смысле? В смысле Рейвекс? Повозка. Это старый главной обор, на самом деле, а не новый. Сегодня, сегодня он впервые стрелял. Обычно предпочитает ближний бой. Так что, если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил коп, а он в розыске. Стреляй без предупреждения. Оперативный штаб. Короче, по поводу дня рождения с тёлкой, тут действительно всё зависит от того, какие у тебя с тёлкой отношения. С девушкой, прошу прощения. Браслет от Пандора... Ой. Ну, это если у тебя тупая пизда. Женщина. Вот. Это панамка. Это и есть панамка. Сестрёнка? А, сори. Сори, я прошляпила. Просто там что-то про день рождения. Родная сестрёнка. Ну, блин. Читать любит, даришь книги. Играть любит, даришь игры. Любит есть, даришь еду. Там, бургеры какие-нибудь. Ещё чего-нибудь. А, чё ещё? Пьёт, курит, даришь, соответственно... Не узнал панамку. Ну, вот она такая. Даришь, соответственно, сишки и алкоголь. Не знаю. Женщины любят еду. Но на самом деле... Пандора мейнстрим, потому и не стоит. Любит спать, даришь кровать? Нет. Нет. Ну, не знаю. На самом деле приятно, конечно, получать всякие вкусняшки. На день рождения. Но... Было бы клёво, если бы это было что-то, что останется на память. Об этом я не знаю. Может, найдёшь какую-нибудь клёвую бижутерию. Типа, не какую-нибудь банальную хуйню. Типа, вот этих вот браслетов. А чё-нибудь клёвое. Ну, допустим, я не знаю. Любит она там море, даришь ей какой-нибудь кулончик с якорем. Любит играть на Тайтхантере, даришь ей кулончик с якорем. Ну, типа, понимаешь, да, логику? Ну, плюс можно заходить во всякие сувенирные лавочки, найти там какую-нибудь милую шкатулку и засунуть в эту шкатулку какие-нибудь киндер-сюрпризы. И в этой шкатулке она будет хранить какое-нибудь дерьмо. Но женщины постоянно хранят всякое дерьмо, типа, бижутерия, опять-таки, колец, серёжек в шкатулках. Ну, типа, вот такое вот. Так, а зачем я сдула? А, я поняла, зачем. Отчёт о вскрытии. Причина смерти и удушение. Травма шеи и гортани, глубокий ссадин на запястьях и лодыжках, вероятно, отсвязывание конопляной верёвкой. Характерно для всех жертв звонаря. Заключение убийства. Блин, такие клёвые арты. Это, блин, акварель или как? В общем, красиво, мягко так нарисовано. Подозреваемый, метр девяносто, девяносто пять килограмм, спортивная фигура, европейская, короче, европеоидная раса, голубоглазый, всегда носит маску-капюшон. Так, ладно, сначала найду лишние улики, потом уже буду вселяться и заставлять их думать. Тело доставлено в морг в 2014. Причину смерти определит вскрытие. На месте преступления обнаружена о ней ДНК, нет человека подозреваемого. Что новое в деле? Что нового-то здесь? Голубые глаза. Все жертвы были связаны. Так, идём дальше. Пока что он не облажался, но это пока. Что там в мусорных контейнерах у нас есть? Все жертвы, молодые женщины, признаков сексуального насилия нет. К глубочайшему сожалению чата. Знак, который Звонарь оставляет на месте преступления. Какое отношение Колокол имеет к убийствам? Звонарь убивал в разных районах города. На первый взгляд, никакой связи между ними нет. Так, видимо, пока рано телефон юзать. Ну нет, кто-то писал, изнасилований нету, значит грустно. Сходство знаков, это связано со знаком Звонаря? А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте, он был в перчатках. И, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего. Если вы думаете, что я не хочу похвитаться с этим парнем, то ошибаетесь. Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. В Condemned? Что за игра? Это приказ. Да, вас понял. На геймплей, я не удивлена, что многим наскучивает геймплей, потому что, типа, ну, одно и то же постоянно делаешь. И задачки вроде не особо сложные. Рекс одручен отсутствием улика и какого-либо прогресса в расследовании моего убийства. Condemned Criminal Origins? А что насчет Лануар скажешь? Так, плакат разыскивается. Разыскивается мама с той дочкой. Стюарт хотел узнать что-то еще в связи с последними событиями. Что произошло? Осталось две улики, да? Наверное, этому челу нужно подкинуть... Штуку под его рукой, да? Где здесь? Так. Фотка с мамой была где-то, нет? Вот это, да? Да. Он обновил информацию о пропавших жильцах. Это может помочь расследованию. Отлично. Даже после смерти надо все делать за них. Нужно верить в полицию. Говорит полицейский. 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 Херовые диалоги. А почему логика странная? Типа, я чуть-чуть играла еще со старой видеокартой. Или вообще даже с ноутбука в Лануар. И мне наоборот понравилось. Типа, осмотр места происшествия. Осмотр улик. Разговоры со свидетелями. Типа, по мимике определять, кто врет, кто не врет. Плюс все люди, которые в игре есть. Это же по реальным людям. У них мимику, короче, настраивали. Это же круто. А, все, поняла. Ну, блин. Некоторые минусы можно списать из-за плюсов. Почему я байчу на телефон и что мне нужно сделать? Так, тут наверняка опять есть куча бумажек, которые я могу прочекать, да? Опа, дробовик. Нужно найти еще 7 дробовиков. Копов убивают? Часто? Нет, я бы не сказал. Надеюсь, я дослужу добились. Вам и не нравится? Оо. Дженнифер Гелбах, женщина белая, хрупкого тела вложения. В последний раз друзья видели ее на кладбище Эшеланд Хиллс после вечеринки с другими челлидершами. Пропал два дня назад. Да да, меня тоже немножко удивило, что там чел думает, справится ли с ним спецназа, отряд спецназа. Никто не байтится на мобилу. Всякие заслуги. В это усилиться даже нельзя, Лоу. Эй, Бакстер, все смотришь в рот своей изновидящей. Ты прекрасно знаешь, что я не верю во все это дерьмо. Но оно другое дело. Результаты налицо. Когда найдешь источник надежного, наверное, знака. Так. Бакстер все еще ищет звонаря, хотя его и отстранили. Я застреваю в текстурах людей, которых здесь нет. Так, с этой стороны что-нибудь есть? В кофеварку напугали. Оф. Опять какие-то непонятные значочки. О, туалет. Что может быть интересного в туалете? Опа. Дробовик. Еще шесть дробовиков. Свидетельница утверждает, что видела человека в темной толстовке, подходящего по описанию. Темные штаны и ботинки. Люца не разглядела. Полицейскую душевую? Сейчас, если я найду ее, конечно, здесь. Нашла еще одну парашную. Писсуары. Тут можно спрятаться. Надо просто работать. Действительно. Надеюсь, ночью будет тихо. Надеюсь. Ой, он меня куда-то понес. Смотрите, тут какая-то информация. Как это Руном так быстро стал детективом? Опа. Мы тут напугали кого-то. Хотя никто по-моему не обратил внимания. Звонят телефоны в полиции. Никто не обращает внимания. Ну блин, играешь от независимых разработчиков. Можно на это все списать. Роктампас. Видите, чтобы что-нибудь светилось, что можно подобрать? О, там какая-то булочка светится на стене. Здесь в январе 1777 года храбрые солдаты континентальной армии в течение трех дней отважно отражали атаки превосходящих сил англичан, пока не подоспела помощь из Бостона. Мне нравится бумажки собирать. Подозреваемых нет. Блин, какой-то странный бандит, который оставляет знаки фломастером, а не вырезает на жертве. Немножечко как-то по-детски что ли. Не через все стены? Там что-то говорили, это как-то объясняли. Ну блин, ведьмак, он же это, кучей разрабов делался. Разве нет? Здесь в декабре 1776 года 13 солдат континентальной армии погибли в ходе внезапного нападения английских войск. Полезная информация. Вот здесь осветили часть стены. Здесь есть клевый плакатик. С женщиной. Все из нас жертвы системы. Опа. Смотрите, тут чел повесился, кажись, да? Раз ты все еще здесь, я могу помочь? Не-а. У тебя, как мне кажется, своих проблем выше крыши. Сам разберусь. Отказался от помощи. Как всегда. Спасибо. Нормально, нормально. Никогда не забуду, как я получил свою первую татуировку. Отец ничего не сказал, и я не понимал, что происходит. Пока он крепко не взял мою руку и не набил мне тату, чтобы я всегда помнил о своем первом преступлении. Вот это уже больше похоже на какую-то детскую глупость, но да ладно. Вот призрак, вон он, вон в той камере. Вы можете перевести меня в другое место? Неужели они этого не видят? I hate myself, что случилось редко? Ты мне не веришь? Это тут еще один. Уже ли ты не видишь? Вот же он. Слушайте, этому типу пора в дурку. Не та камера. В твоей должны быть стены, обитые войлоком. We are all in deep shit now. Какие глубокомысленные надписи на стенах. Так, я уже думала, это душевая. Раз уже здесь есть шкафчики для переодевания. Просто хожу тут, включаю всякие вентиляторы. На эту и на ту набьюсь и тату. А, я отсюда вышла, да? Ну, туплю. Благодарный щедрому горожанину, на деньги, которого была построена, оснащена эта криминологическая лаборатория. А если серьезно, типа, вам всем не нравится? О, там мое тело осматривают. Смотрите, это я. Вам серьезно, не нравится? Скучно, неинтересно? Да, у него много проточков. Вся рука похожа на признание, ну, на признание во многих вещах. А, так, где там инфата была? Сынок, мы уважаем покойников. Не забывай это. Ну, блин, можно, пожалуйста, так не роплить? Ой, волчий-то голос. Никто меня не уважает. Под вечер то, что нужно, окунуться в расследование. Прям представляю, что на меня подписан какой-нибудь полицейский или детектив. И такой, ух, приду с работки, посмотрю, как Саня играет в доту. А тут опять расследование. Ну, как в этих мемах, ну, поняли. Ох, же ты женщина. Как ты умерла? Скрытия не должны проводить, если причина очевидна. Я не знаю. Паблетки. Вроде снатворная. Я хотела уйти мирно. Я не знала, что... Очнусь. Что мне теперь делать? Если бы я знал, как выяснил, сразу сообщу. Это просто дурной сон. Я не веню. Ну, в том-то и сон, что это не ад, а вот именно перепутье. Блин, я что, не тот вариант ответа, что ли, выбрала? Или... Обидно, когда можно поговорить с призраком, а никакого квеста тебе, по сути, это не дает. Оф. Так, ладно, пора, наверное, назад возвращаться. Так, здесь я уже была везде. Опа, там что-то светится, интересно. Хочу собрать уже, наконец, все дробовики и посмотреть, что мне это даст. Привет, Алинося. Многие из-за дождя на тебя так сильно влияет погода, я не знала. Так, это комната допросов. Ничего интересного. The floor is lava, да. На самом деле тут, типа, сказали, что это демоны. И туда наступаешь, и... ГГ. Клэр Анна Нельсон. Женщина, 20 лет, студентка. Интересно. Здесь тоже ничего нету. Так, отсюда я пришла, да. Ай, там уже улица. Так, надо, наверное, вернуться к расследованию. Камни в карманах могут указывать на самоубийство, следов насилия не обнаружено, подозреваемых нет. Блин, столько мелких элементов, которые можно не заметить. Я помню, мне именно по этой причине не понравилось, как убить соседа 3, потому что там... Так, здесь я, по-моему, уже была, да? Потому что там суть была не в том, что сложно догадаться, мол, чё, как должно работать, а в том, что нужно было глазами найти мелкий пиксель и... Типа в этом. Самки после 20, всё? Блин, как грустно. Грустно это звучит, на самом деле. Энн Грейт, женщина, 22 года, близких родственников нет. Была известна под именем Мадам Агата, занималась предсказаниями. Женщина, 22 года. Блин, в 22 года называть женщину женщиной. Я бы не хотела, чтобы меня называли женщиной. У меня маленькая девочка. Да, Фрингет я проходила. Чё такое, Рита? О, нормальная тут жижа. Раньше я навещала Рекса в участке, но уже давно туда не заходила. И сегодня, когда пошла туда вместе с Ронаном, мне всё представилось словно в новом свете. Меня потряс кабинет, посвященный делу звонаря. Всё, что им известно, всё, что, по их мнению, связано с этим делом, находится в этой комнате. Там какая-то особая странная энергетика, словно идёт некая религиозная церемония. Никогда такого не видела. Саша, 22 годика, стримерная. Рилько, шо ты там шломала? На стене Just Cause 2. Опа, лобутенчики. Благодаря тебе она выздоровела. Ты избавил её от болезни, разрушающей сознание. Что ж, думаю, теперь вы вместе. Рэнкс благодарен Ронана за то, что тот помог Джулия справиться с её психическим заболеванием. На месте преступления практически никаких улик, кроме знака колокол, ни отпечатков, ни ДНК неподозреваемых. А, Карен Мари Дуглас, Мари. Женщина 37 лет, бухгалтер, не замужем. Криминального прошлого и склонности к насилию нет. По средам устраивают вечеринки с гаданием на доске Уиджа. Забрать мужика из лобутенов, да? Блин, смешно было. Если бы ГГ встретил медиум бабу, она помогать. Ну, блин, это же полностью бы повторило сюжет фильма «Привидение», про который я говорила буквально час назад. И, к тому же, мы здесь встретили медиума, с которым мы поговорили девочку. Мы её как раз сейчас ищем. Важный день. Никогда не думала, что это произойдёт. Ведь из-за всей этой волокиты столько могло пойти наперекосяк. Но Рекс всё устроил, и теперь у моего парня есть полицейский жетон. Он ему очень идиот. Ронан его обожает и, похоже, теперь ещё сильнее заважничал. Боже, как же я люблю парня в форме. Я знала, у него было полно неприятностей, но и подумать не могла, что список его грехов столь обширен. Всё гораздо хуже, чем я думала. Преступление на преступление, начиная с самого детства. Похоже, его жизнь уже разрушена. Как я могу связать с ним судьбу? 28 минут, 8-3-15. Что это значит? Рекс провернул что-то невероятное. Повысил роман детектива без обязательной отработки патрульным. Рекс убедил капитана и комиссара, что знания о городском дне сделают Ронан отличным полицейским в штатском. У Рона на как гора с плеч свалилась. Я был вардашлюхой. А, ты в доту сыграл, молочина. Ещё два дробаша нужно найти. И тогда я, наверное, успокоюсь. А вот если не найду, тогда я не смогу уснуть. Тем временем я, по-моему... Преступление кажется случайными, не имеющими отношения друг к другу. Полиция и не видит никакой связи, кроме Бакстера. Я не совсем ему доверяю, но он мой единственный шанс. Ах уж эти эпилептические припадочки. Модель поведения убийцы говорит о его мотивах. О мотивах считает мать Джой, но ей не удаётся убедить в этом ведущих расследования полицейских. Наверное, поймёт, где что светится, где ничего не светится. Вспышки света. Ну да, я про то и говорю, это немножко напрягает. Юзабельные объекты здесь, судя по всему, для того, чтобы... Ну, типа, ты по частям узнавал о происходящем. Он был неправ, даже когда был прав. Вот это глубоко сейчас было. Бакстер думал, что меня можно шантажировать в моём прошлом, как будто оно хоть как-то могло мне навредить. Типа, потихонечку, помаленечку открываешь историю главного героя там. Гайз, остался один дробовик. Если я его не найду, у меня будет гореть. Я проведу в этой локации ещё несколько часов. Я помню свой первый день на службе в полиции. В то время департамент полиции Салема располагался в крошечном здании на краю города. Это был старый дом, набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе. Охранять город становилось всё сложнее. И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал в нашу новую штаб-квартиру. Когда мы переехали, я сильно удивился, каким большим и современным... А, поняла тебя. Ну, это да, непонятно. ...которые, однако, весьма неплохо сохраняли. Кроме того, оно подходило нам по духу. Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира, а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль. Уже в наше время. Первая неделя после переезда выдалась довольно суматошной. Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика. Он 20 минут его искал и, в конце концов, нашёл у стены в одном из ещё незамятых кабинетов. Кроме того, ночной дежурный... ...был о странном дефекте телефона. Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе, автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента. Снова и снова. До тех пор, пока телефон не отключали. Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках или неисправной телефонной линии. Однажды вечером по коридору пробежала плачущая врач-патологоанатома. Дело в том, что у неё пропали скальпели и... Хотя бы анимацию сделали бы. Она пошла к шкафчику за запасными, однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале. У одного из трупов стоял призрак. Солдат в форме эпохи гражданской... Нет, не концовка. Когда она обернулась... Доп-инфа. Я нашла все дробовики. Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле. Конечно, парни в участке ей не поверили. Чёрт побери, да и я тоже. Пока не увидел всё своими глазами. Как-то раз я заработался допоздна и пошёл налить себе кофе. Повернув за угол, я увидел отражение призрака... Ну, типа, я нашла все коллекционные предметы в этой локации, и вот мне награда. Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок. На стекле появилась паутинка трещин, и я бросился бежать. Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования. Но мне было плевать, считают... Спокойный колик. Или нет. Я знал, что я это видел. Иногда меня спрашивают, гуляет ли ещё призрак по коридорам. Всем и всегда я отвечаю одно и то же. Я не в курсе. Я тогда перевёлся в постель. Не знаю, я думала, какая-нибудь другая будет инфа. Так, ну смотрите, я уже целиком открыла одну побочную историю. Осталось найти про больших часовни. Короче, как я поняла, находишь все коллекционные предметы в одной из локаций. И там рассказывается про какое-то дело, связанное со сверхъестественным дерьмом. А где проценты глянуть? Я не знаю, где проценты глянуть. Вот. И типа по поводу Сибири я уже много раз говорила, что я ещё будучи маленькой проходила вторую Сибирь. Естественно, с подсказкой. Мне распечатки с работы мама приносила. Давай, Рилько, спокойной ночи. И типа у меня нет желания сейчас заново проходить вторую Сибирь. Грета Содерберг, женщина, 17 лет. Смерть наступила за неделю до окончания школы. Первую Сибирь не прошла, мэйби пройду. Плюс там относительно недавно третья выходила. Я забыла, как мне попасть в расслед... А, вот здесь вот. Женщина, 17 лет. Ну я как поняла, зря я ворчала. Они, видимо, просто половую принадлежность так называют. Неважно, какой возраст был. Депония сложная. Я только первую часть проходила. Тоже приходилось гуглить. Я с поинтинг-ликами очень жёстко туплю. Так. Я немножко не понимаю теперь, чего от меня хотят. А, можно посмотреть, желал. Кассандра Фостер, 42 года. Проживает в многоквартирном доме Ригал, медиум. Сотрудничает с департаментом полиции Салема. Последний раз соседи видели её две недели назад. Уголовной ответственности не привлекалась. Про женщин смешно сейчас было. Джои Фостер, 15 лет, формально проживает вместе с матерью Кассандрой Фостер. Продвяжничает, несколько правонарушений, прогул, занятий, проникновение на чужой участок, взлом и кража. Розыск Джои Фостера отменён. Произведено сдержание. Блядь. А, вот же, мне задержание нужно. Чё-то я в глаза долблюсь. Я думала, это один абзац просто. Розыск отменён. Свидетельницу задержали прямо в участке. Наверное, она всё ещё в одной из камер. Вывод. Я выяснил тут всё, что можно. Надо проведать Джои. Может, она уже вычитала. Акулите, вдова дело, ты тоже Байон пошёл? Давай, спокойной ночи. Найти камеру. Камеры были на первом этаже, Гайс, не помните? Ну, тюремные я имею в виду. Сейчас глубоко было про женщин. Очень глубоко. А где были камеры-то? Люблю игры, в которых можно законно бегать сквозь текстуры. Опа. Девоньку нашли. Какой ключ? Это статья. Каждый ключ. Понимаешь? Нет? Ладно, что ж. Сиди тут. Тихо. Ты здесь надолго. Чёрт. Так, слушай. Слушай, я могу тебе помочь. Досье на звонаря, оно где-то здесь? Да. И оно поможет найти мою маму. Но я ведь говорила, ты мёртв. Как ты мне поможешь? Эй. Я это место лучше знаю. С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю. Ну, она называла его Бастард. 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 Ясно. Его кабинет на втором этаже. Я тебя проведу. Идём. Куда идём? Они смотрят. Отвернуться. Опа. Вы тут говорили про то, что это всё абсолютно бесполезная тема. По-моему, оказывается так, что мне сейчас придётся звонить по всем этим телефонам. Но это не точно. Сейчас мне придётся их как-то отвлекать от неё, короче. Иди за мной. Я помогу тебе пройти мимо копов к двери. Сейчас руин начнётся. Один раз ты уже попалась, детка. Теперь давай-ка не высовывайся. Отвлечь внимание полицейских и проводить к двери. Так, этот не сагрился на мобилу. А, хорошее, кстати. Типа, нормально. Типа, а где? Непонятно. Из банихилла. Я не понимаю, как его сагрить. Куда именно? Опа. Нажимаешь кнопку R и ждёшь. Никто не узнает. Если никто не узнает, то не такая уж эта и статья. Тупая хрень. О, меня мама точно так же называет. Шучу. Так, а кто ей сейчас мешает пробежать? Не то. Возьмих мне нужно сейчас отвлечь вопрос. Вот она сидит. Кого она беспокоит? О ком она беспокоится-то? Так. Ты поторопись. У нас тут макарошки, котлетки, пюрешка, всё. Ну вот, молочина. Почти пришли. Молчал бы лучше. Разве не я нас сюда привёл? Тебя убили, мистер Решетов. Ээээ, слушай. Ненавижу. Я, я не могу перебраться. Помоги мне. А нельзя, типа, перелететь и всё такое. Что? Я призрак, а не боинг, понятно? А тебе без меня кабинет в жизни не найти. Сейчас мы войдём в малолетку. Не вздумай читать мои мысли или про всякие гадости думать. После этого мы квиты. Так, всё, выходи. Сейчас. Так. Убийцами всегда оказываются молчаные. Так, что здесь ближайшая активная? Жуть какая. Только один, что ли, проверять стал? Опа. Портрет убийцы. Подозреваемый мужчина, предположительно, одинокий. Может свободно передвигаться по городу. Замечен несколько раз рядом с местами, где были совершены преступления. А второго мне как сагрить? Ага, мне придётся сагрить двоих, да? Одного сюда? Что за хрень? Что за хрень? ГГ есть-то? Ну нет, мне кажется. Анрил. Как же тогда вышло, что... Так, я здесь уже была, получается, да? Я тут уже всё потрогала, по сути. Блин, вот зачем вот эти криповые мужики, которые развеиваются здесь? Ооо. Прикольная? Кучку муча нравится. Где можно спрятать досье... Я не пугаюсь. ...в такой коммотёнке? Да хрен знает. Секретно? Мне сказали, что я должна по звукам ориентироваться, но чё-то я не особо слышу разницы между... Типа, блин, открывать что именно? Типа, у меня в любом случае есть три попытки, но... Секретно, полицейское фото или досье преступника. Открыть надо? Моя фотография при аресте. Тут секретная информация. А здесь знакомый парень. Были когда-то в одной компании. Досье преступника или секретное? Или нашу инфу вообще чекать? Я про то же говорю, что ни хрена не слышно. Да, надо было своё досье выбирать. Кто-то прятал твоё настоящее досье. Вот доказательства. Надо же, он так и не дал ход компромата на меня. Ага, не торопись. Нормуль, досье само найдётся. Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем. Её же не будут хранить у всех на виду. Надо просто поискать. Эти записи. Так, Рекс не дал Бакстеру возможности синтажировать меня в прошлом. У вас одно новое сообщение. А, кто-то оставил Бакстеру сообщение. Сейф стене? А, ты про вот эту штуку или про что? А, так вот чем Бакстер занимается в свободное время. Играет в боулинг. Никогда не нравилась мне игра, боулинг как игра. Не понимала я. Зачем Бакстер уехал из города? Хороший вопрос. Бакстер читал про историю Салема. Кто бы мог подумать, что его заинтересовала эта тема? Бакстер окончил академию за два года до меня. Он так гордился тем, что стал детективом. Так, что тут еще есть-то интересное? Вам остается только с ней поговорить и все. Эй, проверь голосовую почту. Ладно. Бакстер, я тебя снял с этого дела. Чтобы все документы и это ее досье лежали у меня на столе. Если Рекс запрашивал это досье, оно может быть еще здесь. Да. Бакстер должно быть спрятал досье в своем кабинете, потому что Рекс все еще искал его. Что значит это пятно на стене? Тень. Вытянутая, совпадает с сочетаниями тела, отпечаток, поступающее пятно, но подходит к стойке надпись. Раз мне сказали про сейв, значит подходит к стойке, да? Не дали посмотреть кого? Пятно? Блин. Подходит к стойке, наверное. Это что, типа, она двигается? Подходит к стойке. Подходит к стойке. Подходит к стойке. Отпечаток. Пятно. Вот то рэвикс, рэвикс, орлиный глаз. Оружейная стойка откидывается и открывает тайный проем в стене. Стойка для рожи закрыта с одной стороны на страну щеколду. Необычно. Надо ей сказать. Вроде нашел. Покажи. На стеллаже сбоку кнопка. Да, это оно. Надеюсь, ты понимаешь, что здесь написано. Ведь правда? Да. Но не все. Что-то мама у нее двинутая немножко. Он за ней охотился. Еще ничего не ясно. Позвал, что Волда, отключи Волда. Хе-хе-хе. Смешно. А, черт. Стоп, что это? Музей? Очень странно. Откуда это в досье? Не знаю. Ты возьми с собой и там разберемся. Она здесь. Надо проверить. По всем кабинетам. Опять прятаться? Так, валим. Не высовываться. Давай, давай. Реклама выставки в музее Салема. Почему она среди записи ее матери? Манекенщица? Да вроде обычно, нет? Давай быстрее. Нажми кнопку R, чтобы выиграть игру. А, в катсцене? Press X to pay respects. Так, а сейчас она кого боится? Где полица это? Снизу, что ли, где-то? Или что? Все детективы спать ушли? Ну, судя по всему, да. Блин, а кого она боится? Почему она не может пройти-то? Я не понимаю. Из-за этих челов? Или из-за чего? Да. Что, может мне с ней поговорить нужно? Блядь. Стой, погоди. Дай сначала посмотрю, что там. Рекс. Кто? Коп, тебе его лучше не знать. Ладно, надо добежать до той комнаты по моей команде. Нажми E, чтобы запустить катсцену. Стойте. Почему объявили тревогу? Давай, давай, давай. Какая-то панкуха сбежала. Охренеть, что это такое? Оперативный штаб. Здесь хранятся все данные по нашему делу. На, я свое получила. Пока. Ты еще не поняла, что в одиночку точно на тот свет отправишься. А это уже знаешь? Не твое дело. Вот курва. Согнать свидетельницу. Новая задача. Блин, я что-то, наверное, устала немножко от этой игруля. Поэтому пойду приготовлюсь поесть. И сделала небольшой перерывчик. Типа. Да, максималистка. Обманщица. Попользовалась мужиком и убежала в окно. Давайте тогда до завтречка, наверное, до завтрашнего вечера, как обычно. И я, наверное, сейчас пойду. Окей. Бунтарка, да? Губу себя пробила. Все, можно. Автосохранение сработало? Да. Я тогда... Ну, мы увидимся еще. Не могу же я каждый день по 8 часов стримить. Без тебя не начинать? Ну, это как получится. Это от вас зависит. Не от меня, молодые люди. See you... Today... Today... Today evening... Так не говоря, да? Так, ладно, все. Все, давайте. До скорых встреч. Сегодня вечерком буду. Может, даже не так поздно подрублю, как сегодня. То сегодня я что-то засиделась и в час ночи включила. Но, тем не менее... To dining... Ну, да. Все, давайте. Покася.